Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Рейлипру. ХТТП Рейлипру. Все книги автора. ХТТП Рейлипру Аутхар Натсуми Сосики ХТМЛ. Эта же книга в других форматах. ХТТП Рейлипру Баак Натсуми Сосики Ваш покорный слуга Кот ХТМЛ. Приятного чтения. Сосики Натсумы. Ваш покорный слуга Кот. Перевод Л. Коршикова, А. Стругацкого. Предисловие. Ваш покорный слуга Кот, Вагаха Иван Экадзару. Уже в самом названии повести скрыт тонкий юмор. Эта короткая фраза звучит так по-старомодному учтиво, будто читателем представляется некий громотей, искушенный в книжной премудрости. И неудивительно. Заговорил Кот школьного учителя. Наслушавшись в доме своего хозяина умных разговоров о новых течениях современной мысли, в первую очередь о модном индивидуализме и о сверхчеловеке, он возомнил себя существом необыкновенным, подлинным сыном XX века. Комизм ситуации, как в путешествиях Гулливера Свифта, состоит в том, что карлик меряет великана меркой своего малого мира с полным чувством собственного превосходства. Хозяин кажется коту придурковатым, выходки, чудачество хозяина, верх нелепости. Карлик не владеет ключом к душе великана. Но это верно только в том случае, если существо из малого кошачьего мерка встречается с подлинно большим человеком. Не все люди – люди, таков подтекст повести. Один из самых действенных приемов сатиры состоит в том, чтобы перенести явления, которые кажутся большими, великими, в какой-нибудь малый мир и тем самым лишить их мнимой иллюзорной значительности, развенчать их, заставить над ними смеяться. Когда кот в битве с мышами объявляет себя адмиралом того, то смешон не только кот. Прежде всего смешон адмирал того. Показывая японское общество своего времени в плане пародии и гротеска, писатель словно поворачивает бинокль уменьшительной стороной. Наивные суждения кота не только забавляют, они дают с особой силой почувствовать нелепость окружающей жизни. Повесть начинается в тонах мягкого юмора и перерастает в гневную сатиру свифтовского масштаба, облитую горечью и злостью. Гулливер по рукам и ногам связан лилипутами. Шутка больше не в силах замаскировать трагедию, скрыть гнев и отчаяние. Главный герой повести учитель Кусими – это сам автор. В душном кошачьем мерке обывателей задыхается человек большого ума и сердца, замечательный писатель-гуманист Нацумэ Сасыки. Со всех сторон его теснят животные в образе людей. Пошляки, толстосумы, всякая мелкая продажная тварь. Но он бьет своих врагов, сильно бьет острым оружием слова, оружием сатиры, и эхо ударов разносится по всей Японии. Ваш покорный слугокот – первая большая сатирическая повесть в японской литературе нового времени. Нацумэ Сасыки родился 5 января того самого 1867 года, когда молодой буржуазной Японии удалось наконец бурным натиском прорвать обветшалую плотину феодализма. Но взбаламученные волны скоро успокоились. Возникло буржуазно-монархическое государство, слегка подкрашенное умеренным, вполне благопристойным либерализмом. Император Мэй депозировал в роли просвещенного государя, покровителя науки и искусства, сам сочинял стихи. Он считался потомком богов на земле. При новом режиме нашли себе место под солнцем и старые феодалы, влившиеся в ряды правящей дворянской бюрократии, и деятели промышленного капитализма. Но многие мелкие люди потеряли свои хлебные места в результате последовавших после буржуазной революции преобразований, растерялись, ожесточились. Среди них оказался и отец Нацумэ Сасыки. При феодальном режиме он занимал наследственную должность на Нуси, старшины в одной из общин города Эда, Токио. Должность эта приносила ему немалые доходы. Он не сумел приспособиться к новым порядкам, семья обеднела. Будущий писатель появился на свет в день обезьяны по старому японскому календарю. Старинное поверье гласило, что родившийся в этот день становится вором. Беду можно было отвести, дав ребенку имя, в состав которого входит иероглиф Кин – деньги. Мальчика нарекли Киннаска. Имя Сасыки является литературным псевдонимом писателя. Престарелые родители не обрадовались появлению нового, шестого по счету, ребенка и отдали его в чужую семью. Им распоряжались как вещью. Супруги, усыновившие Киннаска, через несколько лет разошлись, и родителям волей-неволей пришлось взять сына обратно. Для них он был нежеланной обузой, лишним ртом. В повести мальчуган Нацумы Сасыки с горьким юмором вспоминает собственное детство. Позднее он рассказал о нем снова в очерках сквозь стеклянную дверь. Отец и мать любили только старших детей. Как-то раз ночью служанка из жалости к заброшенному ребенку тихонько шепнула ему на ухо несколько участливых слов, и он помнил о них всю свою жизнь. В писателе рано проявилась одаренность, но в окружающей мещанской среде он ни в ком не встречал понимания. Еще в школьные годы Сасыки полюбил литературу. Он рассказывает в своих воспоминаниях, вспоминая свое первое произведение. В возрасте 15-16 лет я пристрастился к литературе, читая китайских классиков и романы. Захотелось сочинять и самому, но когда я сказал об этом своему, ныне покойному, брату, он разбронил меня, заявив, что литература не может считаться серьезным занятием, это не более чем приятная забава. Надо сказать, что такой взгляд на литературу был широко распространен в старое феодальное время и исчез далеко не сразу. В сентябре 1888 года Сасыки поступил на подготовительное отделение Токийского университета. Там он познакомился с поэтом Масаакасики, 1867-1902. Дружба с ним сыграла очень важную роль в жизни Сасыки. Масаакасики не только сам был талантливым поэтом-новатором, он умел чутьем находить таланты в других, будить его, поощрять. Постепенно он собрал вокруг себя многочисленную группу молодых поэтов и стал их признанным вождем. Масаакасики вдохнул новую жизнь в традиционные жанры японской поэзии, которые к концу XIX века пришли в упадок. Хокку – лирическое трехстишее, и танка – пятистишее. В университете Нацуме основательно изучил английский язык и западную литературу. Он писал статьи об Уолте Уитмине и английской поэзии, переводил на английский язык памятники старой японской литературы, редактировал литературно-философский журнал. Нацуме Сасыки интересовало прежде всего идейное содержание литературы. Об Уолте Уитмине он пишет как о певце равноправия и свободы. Токийский университет наложил сильный отпечаток на личности мировоззрения Нацуме Сасыки. Влияние это не во всем было положительным. Не следует забывать, что именно Акамон, Красные ворота, как иначе называют Токийский университет, не без основания считался цитаделью идеализма. Из его стен вышли многие адепты чистого искусства. Университет Васэда, второй по значению в Японии, придерживался более демократического и передового направления. Закончив свое образование в 1893 году, Сасыки начал преподавать английский язык сначала в Токио, потом в провинции. В маленьком городке Мацуэманао, Сикоку, который был родиной Масаака Сики, он снова встретился со своим старым товарищем. Друзья возобновили занятия поэзией. Сасыки увлекся сочинением стихов в форме хокку и создал такие, например, очаровательные миниатюры. Спросите у ветра, кто первым из вас упадет, а листья на ветке, чистый горный ключ, как живые, движутся камешки на дне. В своей поэзии Сасыки обнаружил зоркий глаз художника. Он свободно обращался с традиционным поэтическим материалом, вводя в стих прозаизмы и книжные китайские слова. Стиль его первой повести «Ваш покорный слуга кот» был выплавлен в тигле поэзии хокку. Отметим, что для нее характерны лаконизм и сдержанность. Чувство в хокку не изливается бурным потоком, а глубоко скрыто в подтексте. Образы конкретны и точны. Романист Сасыки унаследовал многие лучшие свойства Сасыки поэта. Пребывание в Мацуема оказалось плодотворным для творчества Сасыки, но в остальном принесло ему мало радости. Преподавать в костной провинциальной школе, насквозь пропитанной рутиной, было очень тяжело. Независимый, неуступчивый молодой человек был у начальства как бельмо на глазу. Его бессовестно, безжалостно травили. Сасыки рассказал о своих мытарствах педагога на страницах повестей «Мальчуган и ваш покорный слугокот». В 1900 году Сасыки был командирован Министерством народного просвещения в Лондон, где провел три года. За это время он собрал много материала для своей будущей капитальной работы о литературе. Бунга Куран изучал Шекспира под руководством известного шекспироведа Криега, но, по его собственным словам, чувствовал себя среди английских джентльменов, как лохматая собака в стае волков. Из Лондона Сасыки посылал письма своему другу Масаака Сики, в которых описывал свои впечатления. Масаака публиковал их на страницах издававшегося им журнала Хото Тагису. Кукушка. Реформатор поэзии, он был новатором и в области прозы. В самые первые годы нового века в японской литературе назревало событие огромной важности. Рождение школы критического реализма. Романтизм, под знаменем которого японская литература развивалась долгие годы, уже не отвечал новым запросам общества. Правда, свои позиции он сдал не сразу. Ведущими писателями еще считались писатели-романтики во главе с Адзаки Кое, 1867-1903. Но в японском обществе уже сложились исторические условия для победы критического реализма. Японская буржуазная интеллигенция стремилась осознать возникшие перед ней острые социальные проблемы, еще не страшась взглянуть правде в глаза. Японская литература достигла такого уровня зрелости, что могла изображать жизнь в реалистических образах, глубоко проникая в ее сущность. Процесс рождения реализма облегчался еще и тем, что в других странах, в России, Англии, Франции, уже существовали высокохудожественные реалистические произведения. Японская литература убыстренными, иногда судорожными темпами проходила через те же этапы развития, что и литературы наиболее развитых капиталистических стран мира, в которых в конце прошлого века школа критического реализма уже достигла своего зенита и пришла в столкновение с натурализмом и модернизмом. В то время, когда в Европе назревал кризис буржуазной мысли, японской литературе приходилось скачками догонять европейскую. Вот почему молодой японский реализм оказался замутненным модным в Европе натурализмом и даже выступил под его вывеской. Реализм стал властным требованием эпохи, и японские писатели шли к нему своими, особыми путями. Чуткий художник, Масаакасики по-своему откликнулся на новые веяния. Он провозгласил принцип правдивого изображения и начал писать художественные очерки, верные натуре, Сисейбун, на путях к большому роману, который ему так и не удалось создать. Реализм Масаакасики был еще очень ограниченным, он был пропитан элементами идеализма. Сики призывал правдиво изображать реальность, но согласно его учению надо было изображать главным образом прекрасное, искать в каждом явлении скрытую красоту. Нацуме Сасаки во многом унаследовал эстетические взгляды своего друга, развив и углубив их в своих литературоведческих работах. Сам Нацуме Сасаки не причислял себя к писателям-реалистам, школы Сидзэнсюги, ему притил плоский бытовизм, которым грешили некоторые из них, но в лучших своих произведениях он великий реалист. Художник, влюбленный в красоту, он взял в руки скальпель хирурга, чтобы вскрыть гнойные язвы на теле японского общества. Эстетические воззрения Нацумы требовали, чтобы художник, соблюдая дистанцию между собой и предметом, сохранял маску равнодушия, внешнего бесстрастия, бесчувствия. По выражению писателя, но слишком часто лицо его искажало гримаса боли и гнева. Пока Нацумы Сасаки был в Англии, Масаако Сики скончался, и во главе журнала Хото Тагису стал его ученик, талантливый поэт Такахама Кёси. Он предложил Сасаки написать для журнала что-нибудь в стиле художественного очерка, Сисайбун. Сасаки согласился, но из-под его пера вышло нечто совсем неожиданное. Эксцентрическое произведение, главным персонажем которого был Кот. В то время писатель ушел 1939 год. За плечами была большая трудная жизнь. Он был автором многих литературоведческих работ, признанным поэтом, но большую повесть начал писать впервые. Сасаки следующим образом описывает свое вступление на литературное поприще. Я вступил в литературу, уступая просьбам своего друга, начал учительствовать потому, что мне так посоветовали. И все так. По чужой указке я и в Европу поехал, и стал, вернувшись на родину, преподавать в университете, и поступил на службу в редакцию газеты Асахи, и начал писать романы. Может показаться со стороны, что я, такой, как я есть, весь сделан чужими руками. Но это только шутка. На самом деле Нацума Сасаки приступил к написанию повести лишь тогда, когда у него назрела глубокая душевная потребность высказаться. Повесть «Ваш покорный слугак» отпечаталась в журнале «Хото Тагису» с января 1905 года по июль 1906 года. В течение 1905-1906 годов писатель создал несколько рассказов, много литературных статей, повести «Мальчуган» и «210-й день», «Роман в дороге». Список можно было бы продолжить. Поразительно творческая вспышка подобной мощи у этого уже не молодого, усталого человека. С тех пор и до самой своей смерти он продолжает напряженно творить, создавая один за другим романы большого художественного и общественного значения. С каждым новым произведением растет его писательская слава. Одиннадцатилетний период творчества писателя называют годами Нацумы. Так велико было его влияние на читающую Японию. Один. Еднадин. Замысел повести «Ваш покорный слугакот», как свидетельствует сам писатель, вызревал у него в процессе творческой работы. Вначале он думал написать маленькое произведение для одного номера журнала, но увлекся и понял, что найденные им сатирические приемы позволяют создать социальную повесть большого масштаба. Сюжетная фабула повести несложна. Отсутствие значительных событий как раз характерно для той обыденной застойной жизни, какую изображает Нацумы Сосыки. Завязка, рождение кота, трагическая развязка, его гибель в чане с водой. Но композиция повести довольно сложна. В ней свободно чередуются жанровые сцены, пародийные псевдонаучные рассуждения, литературные пародии, комические анекдоты. Все эти пестрые элементы подчинены общему замыслу. Пучок стрел крепко сидит в колчане. Нацумы Сосыки был отлично знаком с современной европейской культурой и культурами Японии и Китая. Его кругозор необычайно широк. В повести ваш покорный слуга кот легко открыть следы влияния великих английских сатириков 18 века Джонатана Свифта и Лоренса Стерна. Нацумы Сосыки внимательно изучал знаменитый роман последнего Тристром Шенди, в котором своеобразно, в нарочитом беспорядке чередуются гротески, пародии, жанровые сцены. Кот в повести Сосыки вспоминает своего предшественника, ученого-кота из истории кота-мурро-немецкого писателя-романтика Э. Т. А. Гофмана. Нацумы Сосыки недаром был коренным Эдотко, уроженцем Г. Эда. Горожане старого Эда любили юмор и понимали в нем толк. Большим успехом пользовались у них смешные истории, ракуго, в исполнении уличных рассказчиков, расцвеченные каламбурами, анекдотами, вольными шутками, комические романы, шуточные стихи, юмористические картинки. У горожана да была репутация острословов. Некоторые страницы в повести Ваш покорный слуга кот написаны в манере уличных рассказчиков. Сочная жанровая сценка в бане напоминает популярный комический роман Сикиты и самбо, 1776-1822. Баня, но таких резких, бичующих сарказмов, как у Сосыки, в старых юмористических книгах, конечно, не найти. Многим, как уже говорилось выше, писатель обязан поэзии хопку. Нацума Сосыки по-хозяйски использует разнообразные приемы сатиры, юмора, пародии, гротеска. Он как опытный мастер берет в руки тот или иной из этих инструментов и создает оригинальное произведение в собственной, неповторимо своеобразной манере. Один из характерных приемов юмора Сосыки состоит в том, что его герои говорят серьезно о несерьезных вещах и наоборот. Читатель должен это помнить, иначе он рискует уподобиться простодушному коту. Многое в повести выхвачено прямо из самой жизни. Сосыки сообщал в письме своему другу Судзуки Мейкити в самый канун 1906 года. Читал ли ты уже Хото Тагису? Если от школы, расположенной позади моего дома, поступит протест, то буду очень рад. Это даст мне лишний материал. По соседству со мной находится школьное общежитие. Только наступает ночь, как ученики начинают галдеть, чтобы отравить жизнь соседям. Вот и сегодня беснуются вовсю. Все, что потом произойдет, я опишу в точности. Не дурно, если в конце концов директор школы тоже скажет свое слово. Такие раз придадут мне богатый материал для моего кота. Герои повести – коты и люди. В японских книжках для детей принято изображать животное, как маленького человечка с головой зверя. Коты в повести Сосыки – это маленькие человечки в масках. Среди них сохраняются те же социальные различия, что и среди людей, ведь они живут в мире, где служанка часто расценивается ниже кошки. В повести они на роли клоунов разыгрывают интермедии между основными номерами. Но если коты похожи на людей, то верно и обратное. Многие люди не лучше животных. В центре повести учитель Кусиме и его друзья – шутник Мытый, красавец Кангэцу, простак Тафу, философ Докусен и другие. Нацумы Сосыки вылепил учителя по своему образу и подобию. Он всячески подчеркивает портретное сходство между своим героем и собой вплоть до рябин на лице. Кусиме тоже преподает английский язык и литературу. Он человек замкнутый, сидит в своем кабинете, как улитка в раковине, но вовсе не из врожденной любви к одиночеству. Кусиме полон отвращение к окружающему обществу, в котором царствуют толстосумы вроде канеда, этой ходячей банкноты с глазами и носом. Но и в своем кабинете он не может укрыться от наглости богатых выскочек и их подлипал вроде судзуки, от вездесущего сыска. Когда у неосторожного вытаскивают из-за пазухи кошелек, говорит он, это называется воровством. А когда к неосторожному залезают в душу, это сыск. Когда тайком забираются в дом и уносят вещи, это грабеж. А когда тайком извлекают из тебя сведения, это сыск. Когда с оружием в руках отбирают собственность, это бандитизм. А когда гнусными словами ломают твою волю и душу, это сыск. Кусиме томится скукой жизни, невыносимой скукой, когда обыденность становится заурядностью. Он ненавидит обывателей, и они платят ему тем же. Дразнит его, как обезьяну за прутьями решетки. В их глазах он чудак, полусумасшедший, потому что не хочет прислуживаться, хотя по 10 лет ходит в одной и той же потертой лисьей шубе. Кусиме способен на короткие вспышки гнева, но не на активное действие. Так стрела, пущенная из лука, вяло шлепнется на землю. Но он полон внутреннего сопротивления. Да я каждый день только и делаю что дерусь. Пусть у меня нет противника, раз я злюсь, это все равно что драка. Большое место в книге занимают диалоги между Кусиме и его учениками, остроумные, полные искрометных шуток. Кажется, что герои книги, это весельчаки, забавники, готовые высмеять все на свете, но скоро замечаешь, что шутки у них невеселые, сквозь смех пробивается глубоко скрытая горечь, слышатся даже нотки душевного надрыва. Да, эти люди кажутся беззаботными, но постучите по донышку их души, и вы услышите какой-то печальный отзвук. Все идет так, как должно быть, но когда это все тянется до бесконечности, становится как-то тоскливо. Впереди нет просвета. Умрет учитель Кусими, изъеденной болезнью и душевной тоской. Засосет тина обыденности его учеников. Еще глубже увязнет в грязи продавшийся толстосумом Судзуки. Даже кот почувствует присыщение жизнью. Скучно на этом свете, господа. В повести ваш покорный слуга кот зло высмеивается современное писатель общества, в котором человек даже у кошки способен отнять крысу. Законы его нелепы. Изобретательность людей дошла до того, что они нагородили всюду заборов, набили кольев, разделили земные просторы на земельные участки господ таких-то или таких-то. Это выглядит примерно так же, как если бы они протянули по голубому небу веревки и объявили. Это часть неба, моя, а вон та, его. Шел второй год войны с Россией. Казенная пропаганда призывала к войне до победного конца. Даже кот готов сформировать сводную кошачью бригаду и отправиться на фронт царапать русских солдат. Нужна была большая гражданская смелость, чтобы в самый разгар военных событий сделать ура-патриотизм предметом злой пародии. Согласно казенной пропаганде, в японском войне жил особый дух Ямато. И вот оказывается, что доблестный дух Ямато, фикция, нелепая выдумка, пустышка, меньше чем ничто. Адмирал того обладает духом Ямато. И аферист, и шулер, и убийца обладают духом Ямато. Дух Ямато треугольный, дух Ямато квадратный, все о нем говорят, но никто его не видел. Все о нем слышали, но никто не встречал. Возможно, дух Ямато одной породы Стэнгу-2, Едн-2. В разгар войны, когда газеты трубили о духе Ямато, а поэты и писатели воспевали его, в глазах многих такие дерзости по его адресу граничили с кощунством. Нацумы Сасаки прокалывает как воздушные шарики одну ложную истину за другой, и от них остаются только пустые сморщенные оболочки. Особую ярость писателя вызывает система сыска и шпионажа. Давно кончилась эпоха реформ, Япония все более превращалась в полицейское государство, уподобляясь Гераклову быку, которого тащит за хвост назад. Со стороны кажется, что его следы ведут вперед, на самом же деле он пятится назад. Сасаки обрушивает град на смешек и на интеллигентов, зараженных низкопоклонством перед Западом. Такие люди перенимали только внешние приметы европейцев, потому что, сознательно или нет, заискивали перед сильными, а до подлинной культуры им и дела не было. Кажется, они согласились бы гулять голыми в парке Уэна, если б только так делали европейцы. Сасаки стремится очистить сознание интеллигенции от всего, что его отравляет. Для этого он атакует по всему фронту лженауку и лжифилософию. В сущности, он подвергает беспощадной критике всю новую цивилизацию буржуазной Японии. Свою критику современной японской культуры Нацума Сасаки изложил впоследствии в статьях и заметках «Мой индивидуализм, современная японская цивилизация и других». Главную силу своих ударов он направляет против модной доктрины индивидуализма и против ницшианства с его учением о сверхчеловеке. Индивидуализм, по мнению Сасаки, ведет к крайнему эгоизму, к забвению своего долга перед другими людьми, означает в конечном счете духовную смерть. В обществе, построенном на началах крайнего индивидуализма, искусство гибнет, потому что нет общности вкусов, которая создается только коллективно. Художнику ничего не остается, как творить для самого себя, а это бессмысленно. В конце романа кот рисует страшную картину гибели человечества, которая не может существовать, превратившись в сборище одиночек. В отчаянии кот предпочитает утонуть в чане с водой. Нацума Сасаки считает, и не без основания, самой опасной болезнью века именно индивидуализм. Но противоядие он не находит, потому что не понимает, как может возродиться чувство общности между людьми. Ядовитые насмешки вызывает у него ницшианство. Сверхчеловек, который стоит над толпой, оказывается всего-навсего олицетворением философии и тесноты. Ницше прозябал в девятнадцатом веке, когда нельзя было без оглядки на других перевернуться с боку на бок. Он нес всю эту чушь от отчаяния. Когда я его читаю, я испытываю не восхищение, а жалость. Его голос – это не голос безумного смельчака и идейного борца, а вой обиженного, который испытывает боль и поэтому все на свете проклинает. Крайний индивидуализм ведет к мертвящему эгоизму, нравственной опустошенности и в конечном счете к распаду личности и полной духовной гибели. Человеку, который заболел этой болезнью, по мнению писателя, остается только покончить с собой. Трагическая тема нравственной гибели в условиях буржуазного общества высоко одаренного человека, наделенного острой восприимчивостью и чуткой совестью, становится главной темой последующих психологических романов на Цуме Сасыки, СМ, переведенный на русский язык роман «Сердце». Три. Еднтри. Большое место в книге занимают литературные пародии. Пародируются главным образом сочинения романтиков, например популярного в то время Идзуми Кёка, 1873-1939, мистик и фантаст. Кёка сочинял рассказы, в которых потусторонний мир вторгается в область реального, и не замечал при этом, что делается вокруг, у него крабы вылезали из-подо льда. Насмешник Кангетсу сочиняет пространный рассказ в духе романтиков. Друзья в роли Серапионовых братьев Гофмана все время перебивают его ироническими комментариями. Как и полагается романтику, герой не любил оживленных мест и с умыслом избегал комфортабельные города. Он бежит от них в пустынные леса и горы, в безлюдную деревню. То есть она была бы безлюдной, если бы в ней не помещался колледж. В другом пародийном рассказе герой скитается в пустынных горах и встречает красавицу, распространенный романтический сюжет. Любовь загорается внезапно. Я проснулся на утро, и тут приключилась несчастная любовь. Увы, мечты разбиты. Красавица оказалась лысой. В своей повести Нацумеса Саки действует как могильщик романтизма, но сам он и после этого продолжает еще писать в романтической манере. Недаром он говорит, что ведет борьбу прежде всего с самим собой. Повесть кончается грустно. Убирая шлак и мусор, писатель не знал, что же можно построить на расчищенном месте. Классовая ограниченность мешала ему увидеть положительные силы, способные стать строителями будущего общества. Ваш покорный слуга кот прославил имя автора. Газеты жадно искали новые, свежие таланты. Нацумеса Саки поступил на службу в крупнейшую токийскую газету Асахи. Он решился на такой шаг не ради наживы. Платили мало, но благодаря газете он смог общаться с массовым читателем. В жизни писатель вовсе не был таким затворником, каким он рисует своего героя, учителя Кусими. Сасаки очень любил молодежь. В своих произведениях он часто рисовал образы молодых людей Японии. У него было много учеников, молодежь охотно собиралась на знаменитые четверги в доме писателя. Среди его учеников были такие первоклассные таланты, как Судзуки Меекити, Марита Сахэй, Абэдзира, Абэй Иосисига, Акутагава Рюноско. Как литературный критик Нацумеса Саки оказал поддержку многим начинающим писателям на страницах газеты Асахи. Весной 1906 года Сасаки написал небольшую повесть «Мальчуган». Она до сих пор очень популярна в Японии. «Мальчуган», «Баттян», стал нарицательным словом для пылкого молодого человека, который всегда готов постоять за правду, не заботясь о последствиях. Осенью того же года писатель создал небольшую романтическую повесть «В дороге». Он развил в ней свое эстетическое учение о красоте, противопоставив его утилитарным идеалам своего времени. Все три его ранних произведения «Ваш покорный слугокот», «Мальчуган» и «В дороге» резко отличаются друг от друга по своему жанру, содержанию и стилю. «Ваш покорный слугокот», сатирическая повесть, «Мальчуган», бытовая, полная юморо-реалистическая повесть. Повесть «В дороге» написана в романтической манере. В позднейших произведениях Сасаки юмор и романтизм исчезают. Роман Сансира, собственное имя, написанный в 1908 году, новая веха в творчестве Нацуме. Писатель внимательно анализирует разъеденный рефлексией душевный мир современного японского интеллигента, не способного к действию, изучает его, как врач больного. Но единственное, что может ему предложить писатель, это точный диагноз болезни. Его героем стал человек, говорит академик Конрад в своем предисловии к роману «Сердце», перед которым открылось многое, который знает много, серьезно и глубоко думает, но не знает, как ему жить, который стоит у врат царства и знает, что ему не открыть их, но в то же время не может отойти от них назад. К психологическим романам этого типа, рисующим типичные образы интеллигентов, относятся также затем «1909», «Врата» «1910» и «Сердце» «1914». Нацумы Сосаки долгие годы страдал от язвы желудка. Уже в повести «Ваш покорный слуга кот» он изображает себя тяжело больным человеком. В 1910 году он чуть не погиб от внутреннего кровотечения. Сосаки говорит в своих воспоминаниях. Передо мною то и дело появлялся образ Достоевского. В моем воображении отчетливо возникали холодное небо, новые эшафоты на этом эшафоте фигура Достоевского, дрожавшего в одной рубашке. В эти дни, по словам Сосаки, он смог до конца постичь то, что пережил на эшафоте Достоевский, ужас смерти и радость возвращения к жизни. Сосаки любил Достоевского и ясно ощущал свою духовную близость к нему. В 1916 году Нацумы Сосаки начал писать свое последнее большое произведение «Свет и тьма». Герои романа погружены во тьму, они отравлены собственным эгоизмом, но писатель хотел показать, как из мрака отчаяния они ищут дорогу к свету. Он хотел показать, что такую дорогу можно найти. Нацумы Сосаки не дописал роман. 9 декабря 1916 года он скончался. Творчество Нацумы Сосаки – правдивая летопись жизни японской интеллигенции. Писатель верно показал ее мучительные искания на пути из мрака к свету. Правда, единственный представлявшийся ему возможным путь к спасению вел в глубины собственного духа. Там, и только там писатель видел свет. Великий писатель-гуманист, правдолюбец, замечательный художник Нацумы Сосаки оставил после себя значительное творческое наследие. Особое место в нем занимает единственное сатирическое произведение Нацумы Сосаки «Ваш покорный слугокот». Советскому читателю будет интересно познакомиться с этим шедевром японской литературы. Глава Е. Позвольте представиться. Я – кот, просто кот, у меня еще нет имени. Я совершенно не помню, где родился. Помню только, как я жалобно мяукал в каком-то темном и сыром углу. Здесь же мне впервые довелось увидеть человека. Позже я узнал, что это был мальчишка Сесой-4. Едн-4 – один из тех Сесаев, которые слывут самой жестокой разновидностью людского племени. Рассказывают, что эти мальчишки иногда ловят нас, кошек, зажаривают и едят. Но тогда я даже не подозревал, что мне грозит такая опасность, и поэтому не очень испугался. Я не почувствовал никакой тревоги и тогда, когда мальчишка взял меня на руки и поднял на головокружительную высоту. Мне даже было приятно в теплых и мягких ладонях Сесая. Я устроился поудобнее и принялся рассматривать его, ведь как-никак это была моя первая встреча с человеком. Уже тогда человек показался мне существом весьма странным. Этого мнения я придерживаюсь и по сей день, взять хотя бы лицо. Ведь именно здесь должна расти самая густая, самая красивая шерсть. А у него оно голое и круглое, совсем как никелированный чайник. Мне потом приходилось встречаться со многими кошками, но ни разу я не видел среди них такого урода. Более того, средняя часть лица у человека как-то странно выдавалась вперед, а из двух отверстий в этом выступе время от времени вылетали клубы дыма. Дым был едким и противным, и я начал задыхаться. Только недавно я наконец узнал, что это был дым табака, который курят люди. На руках у мальчишки я просидел довольно долго и чувствовал себя вполне хорошо. Но вдруг меня куда-то стремительно понесло. Я никак не мог понять, что происходит, то ли это двигался мальчишка, то ли двигался лишь я, а он стоял на месте. Во всяком случае, голова у меня пошла кругом. К горлу подступила тошнота. Теперь конец, мелькнула мысль, и тут я хлопнулся озиме, да так, что из глаз посыпались искры. До этого момента я все помню хорошо, но что было потом, хоть убей, не могу вспомнить. Когда я вдруг пришел в себя, мальчишки поблизости уже не было. Не было никого и из моих многочисленных братьев и сестричек. Даже моя заботливая и нежная мать, и та куда-то исчезла. Я очутился в совершенно незнакомом месте, было непривычно светло. Так светло, что резало глаза. И куда это я попал? Подумал я и попробовал сделать несколько шагов, но каждый шаг причинял мне страшную боль, ведь теперь вместо мягкой соломки у меня под ногами была густая колючая поросль молодого бамбука. Вскоре я выбрался из зарослей и оказался на берегу большого пруда. Здесь я присел на землю и стал размышлять над тем, что же теперь делать, но ни до чего путного так и не додумался. Мне пришло в голову, что если я немного поплачу, то мальчишка непременно придет за мной. Мяу, мяу, начал я, но никто не появлялся. А между тем откуда-то, взволновав поверхность пруда, налетел прохладный ветерок. Солнце зашло. Страшно хотелось есть. Я так ослабел, что даже не мог плакать. Теперь уж все равно ничего не поделаешь, так хоть пойду поищу какой-нибудь еды, решил я и медленно побрел вдоль берега. На душе было тяжело. Так я шел и шел, терпеливо, сам не зная куда, и вдруг до меня донесся запах человеческого жилья. Пойду-ка туда, авось кто-нибудь да выйдет. Подумал я и через дыру в изгороде проник в чей-то двор. Удивительная вещь, случай. Не будь этой дыры, умер бы я в конце концов от голода где-нибудь на дороге. Вот уж недаром говорят. Неисповедимы пути господни. А через эту дыру я и сейчас схожу в гости к Мика, которая живет по соседству. Ну, хорошо, во двор-то я пробрался, а вот что делать дальше? К этому времени совсем стемнело, и меня окончательно одолел голод. А тут еще пошел дождь, и я сильно продрог. Нельзя было терять больше ни минуты. И я отправился дальше, туда, где, как мне казалось, можно найти свет и тепло. Теперь я знаю, что тогда я сумел побывать в доме. И там мне снова представился случай встретиться с человеком, на этот раз уже не с мальчишкой. Первой меня заметила служанка. Она обошлась со мной куда безжалостнее, чем тот сорванец сесый. Как только я попался ей на глаза, она схватила меня за загривок и вышвырнула на улицу. Это уж совсем никуда не годится, подумал я и, закрыв глаза, вверил свою судьбу небу. Но холод и голод были поистине нестерпимы, и, улучив минуту, когда служанка отвернулась, я опять проскользнул в кухню и тут же снова был выброшен за дверь. Помню, как много раз подряд я пробирался в дом и сразу же оказывался под дождем, как я опять возвращался и меня опять вышвыривали. Уже тогда я всей душой возненавидел служанку. Совсем недавно я утащил у нее со стола рыбу и этим хоть немного отомстил ей за обиды. Когда она схватила меня в последний раз и уже собиралась было вышвырнуть из кухни, вошел хозяин дома. Что тут за шум? Спросил он. Служанка опустила руку и указала на меня. Да вот какой-то бездомный котенок все лезет и лезет. Я его гоню, а он опять. Надоел даже. Хозяин, покручивая росшие у него под носом черные волосы, некоторое время внимательно рассматривал меня, а потом произнес. Ну, раз так, то пусть остается у нас, и снова ушел в комнаты. Он производил впечатление человека не очень разговорчивого. Служанка с досады бросила меня на пол. Вот так я и поселился в этом доме. С хозяином мне приходится сталкиваться редко. По профессии он учитель. Придя из школы, запирается на целый день в кабинете и почти не выходит оттуда. До чего он трудолюбив, думают домочадцы. А хозяину и в голову не приходит их разубеждать, что на самом деле он вовсе не такой. Иногда я украдкой заглядываю в кабинет и вижу, как он целыми днями спит, уткнувшись носом в раскрытую книгу. Хозяин страдает несварением желудка, поэтому цвет кожи у него изжилто-бледный, а тело дряблое. Но тем не менее ест он по многу, а после обильной еды пьет диастазу така. Потом идет в кабинет и раскрывает книгу. Однако, прочитав две-три страницы, засыпает, и из полу раскрытого рта прямо на книгу начинает капать слюна. Такого рода занятия повторяются каждый вечер. Я всего лишь кот, но и то иногда думаю. До чего же хорошо быть учителем. Будь я человеком, обязательно избрал бы эту профессию. И кошка могла бы справиться с такой службой. Спи себе, и вся недолго. Но попробуйте спросить у моего хозяина, и он вам ответит, что нет ничего тяжелее и неблагодарнее труда учителя. Во всяком случае, когда к нему приходят друзья, он всеми силами старается подчеркнуть это. С тех пор, как я поселился в этом доме, все, кроме хозяина, обращаются со мной бесчеловечно. К кому не подойдешь, все тебя гонят, никто не хочет с тобой поиграть. Мне до сих пор даже не дали имени, вот как мало меня здесь ценит. Потому-то я и стараюсь все время быть поближе к хозяину, ведь как-никак это он приютил меня. По утрам, когда хозяин читает газеты, я непременно взбираюсь к нему на колени. А днем, когда он ложится спать, я устраиваюсь у него на спине. И не потому, что я уж очень люблю хозяина, просто мне больше ни к кому приласкаться. Теперь я приобрел некоторый опыт и решил. По утрам спать на Месси Бицу 5. Едн 5. По вечерам, на Катацу 6. Едн 6. А днем, если на дворе тепло и нет дождя, отправляться на галерею. Но больше всего я люблю забраться с вечера в постель к хозяйским дочкам и проспать там всю ночь. Одной дочке хозяина 5, другой – 3 года, и спят они вместе. Я отыскиваю свободное местечко и укладываюсь рядом с ними. Но беда, если кто-нибудь из них проснется, какой тогда поднимается шум. Им совсем не вдомек, что уже ночи все спят, и они начинают громко вопить. Кошка, кошка. Особенно усердствует младшая, у которой вообще несносный характер. Своими криками они будут моего больного нервного хозяина, который спит в соседней комнате. Он вскакивает и бежит к детям. Вот и недавно он рассердился, схватил указку и прибольно хлестнул меня позаду. Чем дольше я живу среди людей, чем внимательнее к ним присматриваюсь, тем больше убеждаюсь, что они существа весьма капризные и своевольные. Что до детей, с которыми я иногда сплю, то и говорить не приходится. Стоит им только захотеть, и они начинают тормошить меня, переворачивать вверх ногами, швырять на пол, заталкивать в печь, натягивать мне на голову мешок. Но как только я выражу недовольство, люди всей семьей гоняются за мной, ловят и избивают. И вот совсем недавно, когда я вздумал немного поточить коготки и оциновку, хозяйка страшно рассердилась и совсем перестала пускать меня в комнаты. Какое ей дело до того, что кто-то на кухне дрожит от холода. В доме наискосок от нас живет многоуважаемая Сира Кун. Каждый раз, встречаясь со мной, она повторяет, нет на свете создания более бессердечного, чем человек. У Сира Кун недавно родилось четверо пушистых, похожих на шарики котят. Но уже на третий день живущий в их доме ученик отнес бедняжек за дом, к пруду, и побросал всех четверых в воду. Сира Кун горько оплакивала своих детей и ни о чем другом не могла говорить. И еще она сказала, что мы, кошки, непременно должны бороться с людьми и уничтожить их всех до одного, если хотим обеспечить себе счастливую семейную жизнь, когда любовь между родителями и детьми достигнет наивысшего расцвета. Мне кажется, что это весьма и весьма справедливо. А Мика Кун, которая тоже живет по соседству, при этом с возмущением добавила, люди совсем не имеют представления о праве собственности. У нас, кошек, издавна так заведено. Кто первый заметит что-нибудь съедобное, будь то голова сардинки или брюшко головля, тот и имеет полное право сам съесть наеденное. Того же, кто не придерживается этого строгого закона, силой заставляют подчиниться ему. А люди, кажется, абсолютно не понимают этого и всегда отбирают найденные нами лакомства. Силой, без всякого зазрения совести они присваивают то, что принадлежит нам по праву. Сира Кун живет в доме военного, хозяин Мика Кун – адвокат. Я же живу в доме учителя и поэтому смотрю на вещи более оптимистично, чем мои приятельницы. Мне бы только тихо и мирно, без всяких волнений дожить до конца дней своих. Все равно господство людей на земле не будет вечным. Так что не будем терять надежды и подождем, пока наступит эпоха кошек. Раз я уж начал говорить о капризах людей, то придется рассказать и о том, как однажды мой хозяин из-за своего дурного характера попал в просаг. Он отнюдь не блещет талантами, но тем не менее берется за все. То сочиняет хайку и посылает их в журнал «Кукушка», то пишет стихи в новом стиле и отправляет их в утреннюю звезду, а то начинает строчить статьи на английском языке, в которых полно ошибок. Иногда он вдруг увлекается стрельбой из лука или принимается распивать утой семь, едн семь, а иногда с утра до вечера пиликает на скрипке. Но, к сожалению, он во всем далек от совершенства, хотя, несмотря на несварение желудка, целиком отдается этим странным занятиям. Он распивает свои утой даже в нужнике, за что и получил от соседей прозвище «Господин Нужник». Но он не обращает на это никакого внимания и продолжает петь. «Я храбрый Тайра Мунемари», и все прыскают со смеху. «Нет, каково, вы только послушайте». Новый Мунемари объявился. Однажды я был совсем сбит с толку и никак не мог понять, какая новая идея пришла в голову моему хозяину. Это было в день выдачи жалования, когда прошел всего лишь месяц с тех пор, как я поселился в доме учителя. Хозяин вернулся из школы очень взволнованный, в руках у него был большой сверток. Интересно, чего он там накупил, подумал я. В свертке оказались кисти, акварельные краски, листы ватманской бумаги. С тех пор хозяин забросил утой, хайку и, казалось, преисполнился решимости стать художником. Уже со следующего дня он начал запираться в кабинете и рисовать. Он даже отказался от послеобеденного сна. Но сколько потом люди не вглядывались в его картины, никто не мог определить, что там нарисовано. Да и он сам, наверное, понимал, что получается не то, что нужно. Как? То я подслушал разговор хозяина с одним его приятелем, который, кажется, был искусствоведом. Неважно, что-то у меня получается, жаловался мой хозяин. Посмотришь у других, ну что здесь, казалось бы, особенного, а вот как сам возьмешься за кисть. Трудно, очень трудно. Он действительно нисколько не кривил душой. Да, сначала всегда так, отвечал гость, глядя на хозяина поверх очков в золотой оправе. И вот что главное. Ты никогда не сможешь написать хорошую картину, если твое воображение ограничено стенами дома. Послушай, что говорил старый итальянский мастер Андриа Дельсерта. Если хочешь написать настоящую картину, то изображай то, что имеется в природе, не важно, что именно. Природа сама по себе большая, живая картина. На этой картине есть все. И мерцание звезд на небе, и блеск росы на траве, и летящие птицы, и бегающие животные, и плавающие в пруду рыбы, и стынущие на ветвях опавших деревьев вороны. Вот и тебе, для того, чтобы стать настоящим художником, следует рисовать с натуры. Интересно, что получится. Как Андриа Дельсерта действительно так говорил? А я и не знал. И он, конечно, прав. Тысячу раз прав. Ведь так и должно быть. Через чур восторженно воскликнул хозяин. За очками в золотой оправе мелькнула ироническая усмешка. На следующий день я, как обычно, вышел на галерею и, устроившись поудобнее, задремал. Хозяин тоже вышел из кабинета, чего раньше в это время дня с ним никогда не случалось, и, стоя позади меня, начал усиленно над чем-то трудиться. Когда я проснулся и, чуть-чуть приоткрыв один глаз, взглянул на хозяина, то обнаружил, что он старательно выполняет завет великого Андриа Дельсерта. Я не мог сдержать невольные улыбки. Хозяин попался на удочку своего приятеля и для начала решил изобразить меня. Я уже хорошо выспался, и мне страшно хотелось потянуться и зевнуть. Но хозяин работал с упоением, и я понял, что стоит мне пошевелиться, как все пойдет на смарку, а поэтому терпел изо всех сил. Он уже нанес на бумагу контуры моего тела и сейчас раскрашивал мордочку. Сознаюсь, что как кот я не представляю собой превосходнейшего экземпляра. Можно смело сказать, что я не отличаюсь от других котов ни ростом, ни цветом и красотой шерсти, ни чертами мордочки. Но при всей своей заурядной внешности я никак не могу согласиться, что похожу на страшилище, которое в это время рисовал мой хозяин. Прежде всего, я совсем другого цвета. Шкурка у меня, как у персидской кошки, светло-серая, с желтоватым оттенком и с черными блестящими, как лак, пятнами. Уж что-что, а это всякий может разглядеть. На картине же я был ни желтым и ни черным, ни серым и ни коричневым. Да что говорить, здесь не было даже смешения этих цветов. Одним словом, это был весьма своеобразный цвет, иначе и не скажешь. Но что самое удивительное, так это глаза. Вернее, глаз на картине вовсе не было. На первый взгляд это представлялось вполне резонным. Ведь хозяин рисовал меня, когда я спал. Но дело в том, что на рисунке не было даже какого-либо намека на глаза. Сколько ни гадай, никак не угадаешь, то ли это слепая кошка, то ли спящая. И я подумал про себя. Что бы там ни говорил Андреа Дельсарта, а такая картина никуда не годится. Однако при всем этом нельзя было не восхищаться тем огромным рвением, с которым работал мой хозяин. Я всеми силами старался не шевелиться, но мне уже давно хотелось пойти по нужде. Внутри у меня все напряглось, я не мог больше терпеть ни минуты. Вот и пришлось волей-неволей позабыть все приличия. Я потянулся, выставив далеко вперед лапы и низко пригнув голову, и сладко зевнул. После этого уже, конечно, не стоило сидеть неподвижно, ведь так или иначе я спутал хозяину все его планы. Поэтому я поднялся и не спеша пошел за дом по своим делам. Но в это время раздался крик хозяина. Ах, черт бы тебя побрал! Гнев, отчаяние слышались в его голосе. Когда хозяин ругается, он всегда употребляет это выражение. Черт бы тебя побрал! Такая уж у него привычка, да он и не знает других ругательств. Я же подумал, потерпел бы с мое, тогда бы не кричал черт бы тебя побрал! Не очень-то это вежливо. Обычно он так ругается, когда я забираюсь к нему на спину, но если лицо у него в эту минуту хоть чуточку добреет, я ему охотно прощаю грубость. Однако еще ни разу не случалось, чтобы он уважил хотя бы одно мое желание. Вот и сейчас мне было очень больно услышать это, черт бы тебя побрал! Когда я встал, чтобы пойти помочиться! Вообще люди слишком полагаются на свою физическую силу, а поэтому все они такие зазнайки! И неизвестно, каких пределов может достигнуть их зазнайство в будущем, если только не появятся какие-нибудь более сильные существа и не станут над ними издеваться. Можно было бы мириться с человеческим своенравием, если бы оно проявлялось только так. Но дело в том, что мне известны случаи, когда людская несправедливость достигала прямо-таки вопиющих размеров. За нашим домом есть небольшой, всего в каких-нибудь десяток цуба 8. Едн 8 сад, в котором растет несколько чайных кустов. Здесь много уютных солнечных мест. Когда дети начинают слишком шуметь, и в доме нельзя спокойно отдохнуть. Когда у меня плохое настроение, или я голоден, я всегда ухожу сюда и наслаждаюсь покоем. Однажды, в погожий осенний день, около двух часов пополудни, я, хорошенько отдохнув после обеда, вышел на улицу и, прогуливаясь, забрел в сад. Я не спеша прохаживался между чайными кустами, обнюхивая их корни, пока не добрался до забора, который огораживает сад с запада. На засохшем кусте хризантемы, пригибая его своей тяжестью к земле, не обращая внимания на то, что творится вокруг, спал большой кот. Громко храпя и вытянувшись во всю длину, он продолжал спать даже тогда, когда я подошел совсем близко, может быть, он не заметил моего приближения, а может, и заметил, но сделал вид, что ему решительно все равно. Забраться в чужие владения и так спокойно спать, нет, я не мог не удивиться такой дерзкой отваге. Он был весь черный, без единой отметины, яркое, полуденное солнце щедро освещало его своими лучами, и казалось, что в мягкой шерсти кота все время вспыхивают неуловимые огоньки. Незнакомец был так великолепно сложен, что его можно бы было смело принять за короля кошек. Он был наверняка в два раза больше меня. Восхищение и любопытство заставили меня забыть обо всем другом. Пораженный великолепием незнакомца, я застыл на месте и принялся в упор разглядывать его. Тем временем слабый осенний ветерок тихонько качнул свесившиеся через забор ветви павлони, и несколько листьев с легким шорохом упало на куст хризантемы. Король кошек вдруг открыл глаза, громадные и совершенно круглые, как блюдце. Этот миг я запомнил на всю жизнь. Блеск его глаз затмевал даже янтарь, который так высоко ценится у людей. Незнакомец не шевелился. Взгляд его прекрасных глаз, из самой глубины которых, казалось, лились потоки света, остановился на моем ничтожном лбу. Он спросил, а ты, собственно говоря, кто такой? Тут я подумал, что такая форма обращения выглядит несколько вульгарной в устах короля кошек, но в его голосе чувствовалась сила, способная привести в трепет даже собаку, и я стоял молча, объятый страхом. Но и молчать тоже было опасно. Поэтому, стараясь по возможности сохранить самообладание, я ответил. Я. Кот. Просто кот. У меня еще нет имени. Сердце мое в эту минуту билось быстрее, чем когда-либо. Он насмешливо произнес. Что? Кот? Подумаешь, тоже мне кот. А где ты живешь? Какой наглец? Подумал я и с достоинством сказал. Я живу в доме здешнего учителя. Ах, учителя, я так и думал. То-то ты такой тощий. Он был королем и мог безнаказанно говорить что угодно. Но из его манер я заключил, что незнакомец не из хорошего дома. Однако он был сытым, гладким, сразу видно, что живет в довольстве и ест в волю. И я не мог удержаться, чтобы не спросить. А ты откуда? Я, Кура, живу у Рикши, отвечал он высокомерно. Этот Кура был известен как отпетый хулиган. О нем знали все в округе. Он слыл сильным, дурно воспитанным котом, сказывалось влияние Рикши. Поэтому мы избегали водить с ним знакомство, но и ссориться боялись. Когда он назвал свое имя, у меня от страха затряслись поджилки, но в то же время я почувствовал к нему презрение. Чтобы выяснить, насколько он не образован, я спросил, а как по-твоему, кто лучше, Рикша или учитель? О, мой хозяин гораздо сильнее. Ты посмотри на своего, кожа до кости. Ты тоже, наверное, сильный. Ведь живешь-то в доме Рикши, там и кормит, видимо, здорово. О, я, я из тех, которые везде сыты будут, а ты только и знаешь, что свои чайные кусты. Пойдем со мной, не пройдет и месяца, как ты растолстеешь так, что и не узнать будет. Не сейчас, как-нибудь в другой раз я попрошу тебя взять меня с собой. Да и дома учителя побольше, чем ваш, и жить в нем удобнее. Эх ты, Олух, одним домом сыт не будешь. Тогда он, наверное, здорово на меня рассердился. Часто поводя ушами, похожими на косо обрезанные побеги бамбука, он резко вскочил и ушел. Так я познакомился с Кура. После этого мы встречались довольно часто, и всякий раз он хвастался своим хозяином. Как-то раз он рассказал мне о страшной несправедливости со стороны людей, о той самой несправедливости, о которой я упоминал раньше. Однажды мы с Кура лежали среди чайных кустов, грелись на солнышке и беседовали. Он, как всегда, хвастался, причем делал это с таким видом, будто бы говорит что-то новое. Вдруг он повернулся ко мне и спросил, сколько ты за свою жизнь поймал крыс. Конечно, я гораздо образованнее Кура, но когда речь заходит о силе и храбрости, то я не могу с ним тягаться. Поэтому его вопрос несколько смутил меня. Но факт есть факт, соврать было невозможно, и я ответил. Все собираюсь начать ловить, но пока еще ни одной не поймал. Кура отчаянно затряс своими пышными усами и громко захохотал. Он необыкновенный хвостун, этот Кура, и, следовательно, не очень умен. Поэтому во время его болтовни достаточно восхищенно мурлыкать, чтобы он стал мягким и податливым. Я понял это с первого дня нашего знакомства и потому решил не показывать своего превосходства, дабы не испортить с ним отношения. Это было бы весьма нежелательно, и поэтому я изо всех сил старался польстить ему. К этому способу я прибегнул и теперь. А ты, наверное, уже много крыс наловил. Ведь ты такой опытный. Я как раз затронул его слабое место. Кура как будто прорвала. Ни много ни мало, а несколько десятков есть, самодовольно заявил он. Сотню другую крыс поймать всегда можно. А вот хорька никак изловить не могу. Один раз даже в беду попал с этим хорьком. Как интересно. Подзадоривал я. А Кура, мигая своими огромными глазами, продолжал. Это случилось в прошлом году, когда у нас в доме была генеральная уборка. Хозяин взял мешок и отправился за известью под галерею, и представь себе, там был здоровенный хорек. Он, сволочь, сначала забегал, заметался, а потом выскочил на улицу. Ух и здорово! Изобразил я восторг. Хорек. Только названия страшные, а сам-то он лишь чуть побольше крысы. Я бросился в погоню и загнал этого прохвоста в сточную канаву. Ах, какой молодец! Продолжал я восхищаться. И только собрался его схватить, как он, проклятый, и спустил страшную вонь. До того она была противна, эта вонь, что и теперь при виде хорька меня начинает мутить. Дойдя до этого места, Кура несколько раз помахал лапой перед носом, как будто и сейчас чувствовал этот отвратительный запах. Мне даже стало немного жаль его. Чтобы хоть как-нибудь подбодрить Кура, я сказал, но вот если крыса попадется тебе на глаза, считай, что ее песенка спета. Ведь по части ловли крыс ты настоящий мастер. И растолстел ты так, наверное, потому, что у тебя постоянно мясной стол. Однако моя откровенная лесть возымела самое неожиданное действие. Кура тяжело вздохнул и сказал, эх, только подумать, как все глупо получается, сколько ни старайся, сколько ни лови крыс. Да знаешь ли ты, что на свете нет существа более нахального, чем эти мерзавцы, люди. Стоит мне поймать крысу, как ее тут же отбирают и несут к полицейскому. А там ведь не разбираются, кто поймал и платит принесшему пять сен девять, едн девять. Хозяин благодаря мне уже заработал на этом деле чуть ли не полторы иены, а мне ничего не перепало. Все люди, грабители, хоть и корчат из себя праведников. Айда Кура, неуч, неуч, а человеческую натуру раскусил правильно. Он был страшно зол, шерсть на спине встала дыбом. Я даже немного испугался и поспешил уйти домой. Тогда-то я и решил никогда не ловить крыс и не участвовать в походах Кура за всякой другой живностью. Мне не надо никакой вкусной пищи. Самое важное хорошенько выспаться. Когда кошка живет в доме учителя, то она и характером начинает походить на учителя. А если не побережется, то может подобно своему хозяину заболеть несварением желудка. Коль скоро речь снова зашла об учителях, то следует сказать, что недавно мой хозяин, кажется, в конце концов понял, что художника из него не получится, и 1 декабря записал в своем дневнике следующее. Сегодня на собрании впервые встретился с господином Н, говорят, что он отъявленный развратник, и он действительно производит впечатление бывалого человека. Такие люди нравятся женщинам. Поэтому правильнее было бы сказать, что он просто вынужден быть развратником. Ходят слухи, что его жена была гейшей, фу ты, даже позавидовать можно. Уж так заведено, что чаще всего развратников ругают именно те люди, у которых нет никаких данных, чтобы самим стать развратниками. Более того, даже среди тех, кто стремится прослыть развратниками, многие совершенно не способны на это. И все-таки они стараются изображать из себя таковых. Эти люди также достойны звания развратника, как я, звания художника. Тем не менее они считают себя бывалыми людьми и страшно важничают. Если можно прослыть бывалым, выпив саке в ресторане и сходив в дом свиданий, то тогда чем и я не художник, любой невежественный провинциал намного выше этих тупых бывалых людей, точно так же как и любая ненаписанная картина превосходит мою мазню. Трудно согласиться с такого рода теоретизированием о бывалом человеке, а завидовать человеку, у которого жена гейша, не пристала учителю. Пожалуй, единственное, что здесь верно, это критический подход к своему творению. Однако, несмотря на то, что хозяин правильно оценил свои возможности, ему не удалось окончательно избавиться от излишней самонадеянности. И через два дня, 4 декабря, он сделал в дневнике еще одну запись. Прошлой ночью мне приснилось, будто бы я решил, что из моей картины все-таки ничего не выйдет, и выбросил ее. Но кто-то подобрал картину, вставил в прекрасную рамку и повесил на стену. Потом вижу, будто я стою перед своей картиной в полном одиночестве и думаю, вот я и стал признанным художником. Да чего же это приятно. Уж если мою картину повесили на стену, то она и вправду, наверное, хороша. Но ночь прошла, рассвело, и с первыми лучами солнца я понял, что по-прежнему бездарен. Хозяин даже во сне не мог забыть о своей картине. Выходит, что художник не может стать даже бывалым человеком, одним из тех, кого называют учеными-мужами. На следующий день, после того, как хозяину пригрезилась во сне картина, его навестил тот самый искусствовед в золотых очках. Он уже давно не навещал нас. Войдя в комнату, он прежде всего спросил, ну, как картина. Я последовал твоему совету и все время старался рисовать с натуры, сделанным спокойствием ответил хозяин. И знаешь, рисуя с натуры, я, кажется, научился улавливать тончайшие оттенки в игре красок, замечать самые незначительные детали предметов. Раньше у меня этого не получалось. На западе издревле уделяют большое внимание рисованию с натуры, потому-то там и достигли такого совершенства. О, великий Эндри Адельсорта. Казалось, хозяин совсем забыл о том, какую запись он сделал в дневнике всего несколько дней назад. Искусствовед засмеялся. Ты знаешь, я все это говорил просто так, и почесал затылок. Что это? Воскликнул хозяин, все еще не замечая издевки. Да о том самом Андри Адельсорта, которым ты так восхищаешься. Я все это выдумал. Мне и в голову не приходило, что ты так серьезно относишься к занятиям живописью. И, в восторге от своей выдумки, он громко захохотал. Ха-ха-ха. Я был на галерее, слышал весь этот разговор и никак не мог себе представить, какая запись появится в дневнике сегодня. Искусствовед любил пошутить, и для этого он прибегал к самым невероятным уловкам. Кажется, ему было невдомек, что разговор об Андри Адельсорта проник в самые сокровенные уголки души моего хозяина, и он с самодовольным видом произнес, да чего бывает комично, когда человек всерьез принимает шутку. Люблю посмеяться. Недавно я сообщил одному студенту, что Николас Никколби 10, Едн 10 посоветовал Геббону не писать его историю французской революции, которая является величайшим произведением того времени, на французском языке, и книга была издана на английском. У этого студента чертовски хорошая память, и до чего же было забавно, когда он серьезно, слово в слово, повторил это на заседании и общество японской литературы. На заседании присутствовало около ста человек, и ни у кого не возникло дожить и несомнение. А вот еще один любопытный анекдот. Недавно в присутствии известного литературоведа зашла речь об историческом романе Гаррисона Теофана. Я возьми да и скажи, что из всех исторических романов этот самый лучший, что особенно сильно написан эпизод, в котором говорится о смерти героини, от него веет чем-то демоническим. Так этот самый достопочтенный господин, он сидел как раз напротив меня, нет чтобы сразу признаться, что, мол, не знаю, не читал, стал говорить, да, да, это поистине великолепное место. Ну, я сразу же понял, что он, подобно мне, не читал этого романа. У моего нервного впечатлительного хозяина глаза полезли на лоб. Ну, а если ты скажешь что-нибудь просто так наобум, а твой собеседник читал об этом, что тогда? По, видимому, он считает, что вообще-то людей дурачить можно и неудобно бывает лишь тогда, когда тебя уличат во лжи. Искусствовед, нисколько не смутившись, ответил, в таком случае бывает достаточно сказать, что спутал с какой-нибудь другой книгой или еще что-нибудь в этом роде. И захохотал. Хоть этот искусствовед и носит очки в золотой оправе, характером своим он очень походит на кура. Хозяин молча курил, пуская кольца дыма, а выражение его лица как бы говорило. Ну, сам-то я на такую дерзость ни за что бы не решился. В веселых глазах гостя угадывался ответ. В таком случае тебе и рисовать нельзя. Вслух же он сказал. Однако шутки шутками, а живопись действительно очень сложная штука. Говорят, что Леонардо да Винчи заставлял своих учеников срисовывать пятна со стен храмов. Попробуй сам, когда идешь в уборную, повнимательнее присмотреться к стенам, на которых проступают пятна от сырости. Тогда увидишь, какие великолепные узоры рисует природа. Попробуй тщательно их срисовать, должно получиться что-нибудь интересное. Ты опять, наверное, меня обманываешь. Нет, нет, уж это-то правда. И потом, разве не оригинальная мысль, как раз в духе да Винчи. И верно, оригинально, уже наполовину сдавшись, сказал хозяин. Но переносить свою студию в уборную он, кажется, пока не собирался. Вскоре после этого разговора я встретился с Кура. Он стал прихрамывать на одну лапу, его когда-то лоснящаяся шкурка потеряла свой блеск и облезла. Глаза, прежде казавшиеся мне прекраснее янтаря, гноились. Но самое главное, он утратил былую бодрость духа и здорово исхудал. А когда при последней нашей встрече среди чайных кустов я спросил его, как поживаешь, Кура? Он ответил, я по горло сыты хореной вонью и коромыслом хозяина рыбной лавки. Сквозь ветви сосны было видно, как тихо, словно обрывки древних снов, на землю падают красные листья всевозможных оттенков, а розовые кусты дикорастущего чая, которые когда-то осыпали нас своими лепестками, стоят совсем голые. Наступила зима, дни пошли на убыль, в ветвях деревьев постоянно шумит ветер, и я уже не сплю подолгу на галерее. Хозяин каждый день ходит в школу, а вернувшись домой, сразу же запирается в кабинете. Когда у него кто-нибудь бывает, он говорит, что ему надоело быть учителем. Рисует он теперь тоже редко. Как-то он сказал, что диастаза такая ему мало помогает, и совсем бросил ее пить. Дети, слава богу, все время ходит в детский сад. Придя домой, они поют, играют в мяч, иногда таскают меня за хвост. Кормит меня теперь гораздо хуже, не растолстеешь. Только благодаря своему хорошему здоровью я до сих пор не умер, но крыс все-таки не ловлю, и продолжаю ненавидеть служанку. Имени у меня по-прежнему нет, но мало ли чего можно захотеть. Видно, так и придется мне прожить всю свою жизнь в доме этого учителя безымянным котом. Глава 2. В начале этого года мне удалось немного прославиться, и как хорошо, что теперь я, простой кот, могу хоть чуточку задрать нос. В новогоднее утро хозяин получил открытку. Это было поздравление от какого-то художника, его товарища. Сверху открытка была красной, а снизу темно-зеленой. Посередине же постелью было изображено какое-то скорчившееся животное. Хозяин заперся в кабинете и долго вертел открытку в руках, то так на нее поглядит, то этак, а потом изрек. Какой приятный цвет. Пора бы кончать, сколько же можно восхищаться, подумал я, но он снова и снова принимался разглядывать ее. Извиваясь всем телом, он то вытягивал руку и смотрел на открытку издалека, как смотрят старики в гадательные книги, то поворачивался к окну и подносил ее к самому носу. А я сидел на его трясущихся коленях и думал, скорее бы это кончилось, а то я, чего доброго, и свалиться могу, уж очень он разошился. И тут хозяин тихо спросил, а что же, собственно говоря, на ней нарисовано. Цветом то открытки он восхищался, а вот какое животное на ней изображено, он так и не понял и теперь, кажется, ломает над этим голову. Неужели такая непонятная открытка? Подумал я и, деликатно приоткрыв глаза, взглянул на нее, несомненно, это был мой портрет. Навряд ли рисовавший его человек подражал подобно хозяину Андреа Дельсарта, но он был настоящим художником, и поэтому все в портрете было правильно, и очертания тела и окраска. Нарисовано было так здорово, что всякий, кто взглянет на открытку, сразу же скажет, ну конечно, это кот. А если у этого человека мало-мальски опытный глаз, ему стало бы ясно, что это не просто какая-то кошка, а именно я. Ломать голову над такой очевидной вещью, заодно это человек достоин жалости. Если бы я умел говорить, я бы сказал ему, что на открытке нарисован мой портрет. Да ладно уж, пусть он не узнает, что это именно мой портрет, лишь бы понял, что на открытке изображен кот, а не что-нибудь другое. Но люди, это такие существа, которым не дано понимать наш кошачий язык, и, как не жаль, я ничем не мог ему помочь. Хотелось бы обратить внимание читателей на то, что, к сожалению, у людей издавна повелось по любому поводу без всякого зазрения совести говорить обо мне пренебрежительно. Кот, кот, среди таких, как, скажем, учителя, которые, не замечая собственного невежества, ходят с самодовольным видом, существует представление, что из отходов, которые остались после производства человека, изготовили лошадей и коров, а уж из коровьего и лошадиного помета сделали кошек, но со стороны это кажется нелепостью. Ведь даже кошку так просто, тяп-да-ляп, не сделаешь. Стороннему наблюдателю может показаться, что кошки, все без исключения, не имеют своих индивидуальных, характерных особенностей, но стоит ему поближе познакомиться с кошачьим миром, и он увидит его во всей сложности и многообразии, а сказанные о людях слова сто голов, сто умов, в полной мере применимы к нам. Кошки отличаются друг от друга и выражением глаз, и формой носа, и цветом шерсти, и походкой. У всех кошек и усы растут по-разному, и уши торчат по-особому, не говоря уже о хвостах, что не возьми. Красоту и уродливость, симпатии и антипатии, искушенность и неискушенность в жизни, во всех случаях можно сказать лишь одно, бесконечное разнообразие. И все же, несмотря на то, что кошки отличаются друг от друга своими ярко выраженными особенностями, люди, к сожалению, этого не замечают, они не различают нас даже по чисто внешним признакам, не говоря уже о характерах. Еще бы, ведь они только и говорят, что о росте, прогрессии и еще о чем-то, а поэтому их глаза постоянно устремлены в небо. С давних пор существует поговорка, свой-своего разумеет, поэтому на моте есть мотея одиннадцать, една одиннадцать, а на кошачьи дела, кошка, и когда речь заходит о кошках, то никому, кроме самих кошек, этого не понять, людям же, как бы далеко они не ушли в своем развитии, это не под силу. Более того, если говорить правду, им трудно понять кошек еще и потому, что они далеко не так умны, как думают сами, а о таких, как мой хозяин, который не отличается состраданием к людям, и говорить не приходится, ведь он не понимает даже того, что полное взаимопонимание, непременное условие любви, спрятался как упрямая улитка в своем кабинете и носа оттуда не кажет, словом ни с кем не перемолвится. Поэтому бывает весьма забавно смотреть, когда он делает вид, словно нет в мире более мудрого человека, чем он, а он вовсе и не мудр. Доказательством этому может служить хотя бы то, что он, разглядывая мой портрет, так ничего в нем и не понял, однако он счел необходимым напустить на себя важности гордо изрек бессмысленную фразу. Здесь, очевидно, нарисован медведь, поскольку наступил второй год войны с Россией. Так размышлял я, лежа с закрытыми глазами на коленях у хозяина, как вдруг явилась служанка и подала хозяину еще одну открытку. На этой открытке были изображены сидящие за столом четыре кошки заморской породы. В лапах у них карандаши, перед глазами раскрытые книги. А еще одна кошка отплясывала на углу стола европейский вариант кошачьего танца «Ты говоришь, что я кошка». Вверху чернела сделанная японской тушью надпись «Я, кот», а справа было даже написано хайку. А первый день весны, когда читают кошки книги и пляшут в волю, эту открытку прислал бывший ученик хозяина, и хотя смысл ее можно было уразуметь с первого взгляда, и хозяин все еще. Кажется, ничего не понимал, он только покачал головой и промолвил «Как, разве сейчас год кошки?» Видимо, до него пока не дошло, что я так прославился. А служанка тем временем принесла третью открытку, на этот раз без картинки. В ней говорилось «Поздравляю с Новым годом», а сбоку была сделана приписка «Покорнейше прошу извинить за беспокойство, но если вас не затруднит, то будьте любезны передать привет вашему коту. Даже хозяину, как бы он ни был глуп, станет понятно, когда написано так прямо. Наконец-то он, кажется, сообразил, в чем тут дело, и с возгласом удивления обратил взгляд в мою сторону. Выражение глаз у него в эту минуту было необычным, и мне показалось, что в них промелькнуло даже некоторое уважение. Да это и понятно, подумал я, еще бы, ведь только благодаря мне мой доселе безвестный хозяин вдруг удостоился такой чести. Как раз в эту минуту зазвенел колокольчик на воротах. Динь, день, день, гости, наверное, пусть служанка или еще кто-нибудь встретит их. Я решил выходить, только когда приходит тумыка из закусочной, и поэтому продолжал спокойно сидеть на коленях у хозяина. А тот смотрел в сторону прихожей с таким беспокойством, словно оттуда вот-вот должен появиться, ну, скажем, ростовщик. Казалось, ему очень неприятно принимать гостей и распевать с ними саке. Если бы у человека была только такая странность, то лучшего бы и желать не нужно. В таком случае уйди он пораньше из дому, и все в порядке. Но у хозяина на это не хватило смелости, сказалась натура улитки. Через некоторое время вошла служанка и доложила. Кангэцу сан пожаловали. Этот Кангэцу тоже когда-то учился у хозяина, но теперь он уже окончил университет, и ходит слух, что во всех отношениях он более достойный человек, чем его учитель. Непонятно почему, хозяину. Придет и говорит говорит безумолку, да все о том, есть ли женщины, которые любят его, или нет, интересно жизни или скучна, наговорит таких мрачных, с эротическим привкусом фраз и уходит. Я никак не возьму в толк, зачем это он приходит толковать о подобных вещах с таким сухарем, как мой хозяин, и очень забавно видеть, как этот человек улитка внимательно слушает его и времени поддакивает. Давно уже не был у вас. По правде сказать, все собирался. Зайду, зайду, но с конца декабря у меня уйма дел, и в ваших краях не довелось побывать, загадочно произнес гость, покручивая шнурок от Хаари. А в каких же краях тебе пришлось бывать? С серьезным видом спросил хозяин и начал теребить рукава своего черного Хаари с гербами. Хаари было хлопчатобумажным, из-под его коротких рукавов на целых пять бу выглядывало кимоно из шилка. Кангэцу. Кун засмеялся. Хе-хе-хе, да так, все в других краях. И тут я заметил, что сегодня у него не хватает одного переднего зуба. Послушай, а что с твоим зубом? Хозяин перевел разговор на другую тему. Да вот, ел в одном месте грибы. Что ел? Грибы. Только собрался было откусить шляпку, а зуб хруп, и вылетел. Оказывается, а грибы можно сломать зубы. Что же это творится на белом свете? Ты как старик. Темой для Хайку это еще может, наверное, стать, а в делах любовных никуда не годится, промолвил хозяин, тихонько похлопывая меня ладонью по голове. А, это все тот же кот? Здорово он разжирел, теперь не уступит даже кура. Хорош, принялся нахваливать меня Канге Цукун. Да, за последнее время он сильно вырос, ответил хозяин и с самодовольным видом похлопал меня по голове. От похвал я почувствовал прилив гордости, но голове было немного больно. Позавчера вечером мы устроили небольшой концерт, вернулся Канге Цукун к первоначальному разговору. Где? Вам, наверное, неинтересно знать где. Было очень мило, три скрипки, аккомпанемент на рояле, а когда скрипок целых три, то даже при плохом исполнении слушать все-таки можно. На двух играли женщины, а я затесался между ними. Мне даже показалось, что мы играли хорошо. Кто же эти женщины? С завистью спросил хозяин. Обычно выражение его лица напоминало твердый заплесневевший сухарь, но он вовсе не был равнодушен к женщинам. Однажды он читал какой-то западный роман о человеке, который влюблялся почти в каждую женщину, с которой ему приходилось встречаться. Когда хозяин дошел до того места, где автор с иронией замечает, подсчитать, так он влюблялся немногим меньше, чем в 70% встречавшихся ему на улице женщин, он с восхищением воскликнул, а ведь и правда, вот он какой, мой хозяин. И мне, коту, совсем непонятно, как может столь ветреный человек жить подобно улитке. Одни говорят, что он стал таким из-за несчастной любви, другие, что из-за больного желудка, а третьи, что по причине бедности и робкого характера. В конце концов, неважно почему, ведь здесь речь идет не о человеке, который бы оказывал влияние на ход истории эпохи Мэйдзи 12, Едн 12. Важно, что мой хозяин с завистью расспрашивал Канге Цукуна о женщинах, с которыми тот имел дело, а Канге Цукун между тем выловил из Кутитари 13, Едн 13 кусочек рыбы, поднес его ко рту и с удовольствием впился в него зубами. Я боялся, как бы он не сломал себе еще один зуб, но на сей раз все обошлось благополучно, а эти две барышни из благородных семей, вы их не знаете, произнес он безучастным тоном. Ваот протянул хозяин и, не досказав как задумался. Канге Цукун, вероятно, решил, что наступил подходящий момент, и предложил. Погода сегодня хороша, не пойти ли нам погулять, если вы, конечно, не заняты. В городе сегодня очень весело, порт Артур пал. Некоторое время хозяин пребывал в раздумье. По лицу его было видно, что его больше интересуют эти женщины, чем падение порт Артура. И наконец, словно собравшись с силами, он решительно поднялся. Ну что ж, идем. Прямо поверх черного хлопчатобумажного хаари с гербами он надел кимоно из цумуги 14, едн 14 на вате. Кимоно это лет 20 тому назад досталось хозяину в наследство, кажется, от старшего брата. Каким бы прочным ни было цумуги, оно не может носиться так долго. Местами кимоно проносилось настолько, что на свет можно было разглядеть дырочки, которые оставляло игла, когда с изнанки накладывались заплаты. И в празднике и в будни хозяин носил одну и ту же одежду. И дома и на людях он носил одно и то же кимоно. Когда ему нужно было куда-нибудь пойти, он просто засовывал руки за пазуху, вставал и шел. Я так и не понял, то ли у него не было другой одежды, то ли была, но он, считая переодевание слишком хлопотливым занятием, не носил ее. Я не думаю, что такое поведение результат только несчастной любви. Когда хозяин и его гость ушли, я немного поступился правилами приличия и доел оставшиеся у канго цукуна на тарелке кусочки рыбы. В эту минуту я тоже был необычным котом. Мне казалось, что я в полной мере обладаю достоинством, скажем, кота Мамакова Дзюэн 15, Едн 15 или воровавшего золотых рыбок кота Грея. Таких, как Кура, я во внимание не принимаю. Вряд ли кто-нибудь упрекнет меня за то, что я съел какой-то кусочек рыбы. К тому же привычка есть в неурочное время, тайком от других, свойственно не только нам, кошкам. Наша служанка частенько, когда хозяйке нет дома, нарушая правила приличия, ворует и ест сладкие моти, а съев одно, тут же тянется за другим. Да ни одна служанка. Такая привычка свойственна даже детям, хотя хозяйка повсюду раззвонила, что ее дочки получают прекрасное воспитание. Вот что случилось несколько дней назад. Дети проснулись страшно рано и, пока отец и мать еще спали, уселись друг против друга за обеденный стол. Обычно они каждое утро съедают по нескольку кусочков хлеба, у нас его ест хозяин, посыпанных сахаром, но в этот день сахарница стояла на столе, а возле нее лежали ложки. Рядом никого, кто бы дал им, как обычно, сахару, не оказалось, и старшая девочка недолго думая зачерпнула полную ложку песку и высыпала его к себе на тарелку. Младшая последовала примеру старшей сестры и сделала то же. С минуту они бросали друг на друга злобные взгляды, потом старшая зачерпнула еще одну полную ложку и высыпала к себе на тарелку. Младшая тут же взяла свою долю, стараясь не отставать от сестры. Старшая опять потянулась к сахарнице, но младшая не отставала. Как только старшая сестра протягивала руку к сахарнице, младшая бралась за ложку. Через несколько минут на тарелках у обеих образовались горки из сахара, а сахарница опустела. И как раз в этот момент из спальни, протирая глаза, вышел хозяин и пересыпал обратно в сахарницу только что вычерпанный оттуда сахар. Наблюдая за этой картиной, я подумал, в чувстве равенства, которое основано на эгоизме, люди, может быть, превосходят кошек, а вот что касается ума, то тут они, наоборот, уступают кошкам. Чем накладывать такую гору сахара, лучше было бы съесть его побыстрее, и все. Но люди не понимают того, что я говорю, и мне только оставалось молча, с сожалением наблюдать за происходящим, сидя на охоте 16, едн 16. Интересно, где гулял хозяин в тот вечер, когда он ушел из дому вместе с канго цукуном. Вернулся он поздно вечером, к столу на другой день вышел только в 9 часов. Я сидел все на том же охоте и смотрел, как хозяин молча ел дзони 17, едн 17. Одна чашка дзони сменяла другую. Плававшие в дзоне кусочки моти были невелики, но хозяин, съев всего 6 или 7 кусочков, отложил хаси 18. Едн 18. Ну, хватит. Другим он ни за что не позволил бы оставить еду в миске, ему же, как главе семьи, все было можно. Он лишь поглядел самодовольно на плавающие в мутном соусе остатки подгоревшего моти и приобрел еще более важный вид. Когда хозяйка достала из стенного шкафчика и поставила на стол диастазу така, он сказал. Не буду я ее пить, все равно не помогает. Послушайте, ведь говорят, что она очень хорошо действует, когда употребляешь пищу, где много крахмала, принялась упрашивать его жена, но он заупрямился. Хоть крахмал, хоть что, не буду. Да чего же вы непостоянны, сказала хозяйка словно про себя. Что значит непостоянный, это лекарство не помогает. Но вы же еще недавно говорили, действует, действует, и пили его каждый день. Раньше действовало, а теперь не действует, последовал ответ. Если то пить, то бросать, как вы, нечего надеяться, что лекарство поможет, каким бы хорошим оно ни было. Наберитесь еще немного терпения, а то желудок ни за что не вылечите, ведь это не то, что другие болезни, сказала хозяйка и оглянулась на служанку, которая стояла подли нее с подносом в руках. Та сразу же стала на сторону хозяйки. И то правда. Попробуйте попить еще немного, а то и не узнаете, хорошее лекарство или плохое. Ну и ладно, сказал не буду, значит не буду. И что могут понимать бабы, молчите уж лучше. Хорошо, пусть я буду баба, сказала хозяйка и пододвинула диастазу к мужу, очевидно, она все-таки решила настоять на своем. Хозяин, не говоря ни слова, поднялся и ушел в кабинет. Жена и служанка переглянулись и рассмеялись. Я не решился последовать за хозяином в кабинет, чтобы там, по обыкновению, расположиться у него на коленях. Я опасался хозяйского гнева, а поэтому тихонько обошел дом со двора, поднялся на галерею и оттуда заглянул через щелочку в кабинет. Хозяин сидел, раскрыв перед собой книгу, автора которой звали, кажется, Эпик Тетом девятнадцать. Едн девятнадцать. Ну, если на сей раз он разбирался в написанном как обычно, то он действительно умный человек. Через пять-шесть минут, как я и ожидал, он с шумом швырнул книгу на стол. Я продолжал внимательно следить за хозяином. На этот раз он достал дневник и написал следующее. Гулял вместе с Кангэцу в Нэбзу, Уэна, по Иконо Хата и в окрестностях Канда. Перед чайным домиком, что на Иконо Хата, гейша в новогоднем кимоно с красивыми узорами играла в валан. Одежда-то у нее нарядная, но лицо такое страшное, вроде как у моего кота. Наверное, можно было бы и не называть именно меня как образец страшилища. Пойди я в парикмахерскую Китадона да побрейся там, наверное, и не так бы уж сильно стал отличаться от человека. Вечно приходится знаистство. Когда мы заворачивали за угол магазина Хоттан, навстречу нам опять попалась гейша. У нее была очень хорошая фигура, стройная, плечи покатые. В своем скромном бледно-лиловом кимоно она выглядела весьма элегантной. Обнажив в улыбке белые зубы, она сказала, Гэнтян, вчера я была занята и поэтому голос у нее был хриплый, как у бродячей вороны, и она уже не казалась мне красивой. Было лень даже оглянуться, чтобы посмотреть, кто же такой этот гэнтян, и, не вынимая рук из-за пазухи, я вышел на аноремите. Канге Цукун, кажется, куда-то спешил. Ничто так не трудно для понимания, как человеческая психология. Попробуй-ка разберись, то ли хозяин сердится, то ли веселится, то ли ищет единственное утешение в трудах философа. Вот и я никак не возьму в толк, не то он сардонически смеется над этим миром, не то хочет целиком раствориться в нем, не то впал в раздражение при виде разных нелепостей, не то вообще отрешился от всего мирского. Кошки в этом отношении куда проще. Захочется есть, едят, захочется спать, ложатся спать, если злятся, так уж от души, если плачут, так отчаянно. И, главное, у кошек никогда не бывает таких ненужных вещей, как дневники, потому что в них нет никакой необходимости. У людей, живущих подобно моему хозяину двойной жизнью, может быть, и есть потребность хотя бы в дневнике выразить втайне от других те стороны своей натуры, которые нельзя выставлять на показ. Что же касается нас, кошек, то я думаю, не стоит стремиться сохранить свой престиж ценой таких хлопот, ведь вся наша жизнь, и то, как мы ходим, как сидим и спим, и то, как испражняемся и мочимся, настоящий дневник. Куда лучше поспать на галерее, вместо того, чтобы писать дневник. В Канда мы зашли в небольшой ресторанчик к беседку и там поужинали. После продолжительного перерыва я снова выпил несколько чашечек саке, и сегодня утром желудок совсем не болел. По-моему, при больном желудке самые лучшие, пить за ужином саке. Диастаза, безусловно, никуда не годится. Все, больше не буду ее пить, чтобы там не говорили. Если уж раньше не помогло, то теперь и подавно не поможет, что, то слишком он ополчился на диастазу. Точно бранится сам с собой. Как поругался утром с женой, так до сих пор не может успокоиться. Очевидно, в этом-то и состоит основная особенность человеческих дневников. Недавно сказал, что моя болезнь может пойти на поправку, если я перестану завтракать. Попробовал несколько дней не позавтракать, пользы никакой, только в животе бурчало. Б посоветовал во что бы то не стало отказаться от маринованных овощей. По его теории причина всех желудочных заболеваний кроется в соленьях. Он выдвинул такой довод. Ты только перестань есть соленья, тогда иссякнет источник болезни и, несомненно, наступит полное выздоровление. Я целую неделю даже не прикасался к маринованным овощам, но никакого особого улучшения не наступило, и недавно я снова стал их есть. Я обращался к Ц, и тот сказал, единственное, что может помочь, так это массаж живота. Но массаж непростой. Можно излечиться от большинства желудочных заболеваний, если тебя раз-другой помассируют старинным способом миногова. ИСУИ САККН-20. ЕДН-20 тоже очень любил этот вид массажа. И даже такой богатырь, как Сакамото Рюма-21, ЕДН-21, иногда прибегал к нему. Я немедленно отправился к Каминогисе, где и принял сеанс. Массировали меня жестоко да еще приговаривали. Все кости не перемять, не поправишься, все кишки не перевернуть, не выздоровеешь. После такого массажа мышцы напоминают вату и возникает такое ощущение, как будто ты впал в литургический сон. Я не мог этого вынести и решил отказаться от такого метода лечения. А Кун сказал, ни в коем случае не ешь грубую пищу. Я попробовал целый день прожить на одном молоке. В животе булькало, и я всю ночь не сомкнул глаз, все думал, уж не наводнение ли началось, Б. Кун сказал, внутренности придут в движение, и, естественно, желудок будет работать хорошо. Попробуй и ты. Испытал я более или менее это средство, для живота от него было одно беспокойство. Время от времени я спохватывался и принимался усиленно дышать, вкладывая в это занятие всю душу, но через 5-6 минут уже забывал о лечении. Все, теперь уже больше не забуду, думал я, сосредотачивал все внимание на диафрагме и уже не мог ни читать, ни писать. Искусствовед мы-то и как-то застал меня за этим занятием и давай издеваться. Мужчина в родовых схватках. Да брось ты это. Я и бросил. Сенсей сказал, что принес варенье и хорошо помогает гречневая лапша. Я принялся поглощать ее в огромных количествах и в разных видах. И залитую соусом и сваренную на пару. А толку никакого, только понос прохватил. Я перепробовал все возможные средства, чтобы излечиться от своего хронического несварения, все впустую. А вот три чашечки саке, выпитые вчера вместе с кангэцу, подействовали. Теперь каждый вечер буду выпивать по две, по три чашки. Навряд ли это будет продолжаться долго. Настроение хозяина, что цвет моих глаз, все время меняется. Такой уж он человек, за что бы ни взялся, никогда не доведет до конца. Всего же забавнее то, что на страницах дневника он беспокоится о своем желудке, а на людях делает вид, что абсолютно здоров. Недавно к нему приходил его товарищ, какой-то ученый. У этого ученого своеобразные взгляды на вещи. Он высказал предположение, что все наши болезни, это расплата за грехи предков и наши собственные. Видимо, он немало поработал над этой проблемой, потому что сумел вывести великолепную, стройную теорию с убедительными доводами. Жаль, хозяину не хватает ни ума, ни знаний, чтобы полностью опровергнуть эту теорию, однако он сам страдает от несварения желудка, а поэтому, видимо, решил как-нибудь доказать, что за ним нет никаких грехов, и тем самым поддержать свой престиж. Твоя теория интересна, но и у Карлиэля было несварение желудка, не в попад вставил он таким тоном, словно от того, что Карлиэль страдал несварением желудка, и его собственное несварение удостоится почестей. Друг принялся распекать его. Если Карлиэль страдал несварением, то это еще не значит, что всякий желудочный больной сможет стать Карлиэлем. Хозяину ничего не оставалось как промолчать, даже смешно. Уж такой пщеславный человек и то, кажется, понимает, что лучше избавиться от несварения, и с сегодняшнего вечера начинает пить за ужином сакэ. Если хорошенько вдуматься, то и Дзонион утром съел так много, наверное, потому, что вчера пропустил с Канго Цукуном несколько чашечек сакэ. Мне тоже захотелось попробовать Дзони. Я кот, но в еде неразборчив. Я не обладаю энергией, достаточной для того, чтобы, подобно Кура, совершать набеги на закусочную в переулке. Я, конечно, не могу сказать, что живу в такой же роскоши, в какой живет Микау учительница игры на Кота 22. Едн 22. Вопреки ожиданиям, я ем все подряд. Я подбираю и крошки, которые падают на пол, когда дети едят хлеб, люблю полизать и сладкую начинку для моти. Маринованные овощи очень невкусны, но для того, чтобы иметь о них представление, я как-то даже съел два кусочка маринованной редьки. Как ни странно, я могу есть почти все, и то не люблю, и это не нравится, так привередничать можно только при роскошной жизни, а котам, живущим в доме учителя, так говорить не приходится. По словам хозяина, во Франции жил романист по имени Бальзак, этот человек был очень привередлив правда, привередлив не в смысле еды, а в отношении своих произведений, поскольку он был писателем. Однажды ему нужно было придумать имя для одного из персонажей его нового романа. Много имен он перебрал, но ни одно из них ему не понравилось. Вскоре к нему зашел друг и пригласил пойти прогуляться. Бальзак охотно принял приглашение, так как заодно надеялся подыскать наконец имя, над которым так долго ломал себе голову. Когда друзья шли по улице, Бальзак только и делал, что смотрел на вывески магазинов. Но ни одно имя ему не нравилось. Так он ходил очень долго, таская за собой друга, который, ничего не понимая, покорно следовал за ним. Их путешествие по улицам Парижа продолжалось с утра до вечера. И уже на обратном пути Бальзаку вдруг бросилась в глаза вывеска на партняжной мастерской. На вывеске было написано имя Маркус. Бальзак только оно и никакое другое. Прекрасное имя Маркус. Поставить перед ним инициал Зе и будет замечательно. А без Зе нельзя. Зе Марцус и правда здорово. В имени, которое придумываешь сам, всегда чувствуется какая-то искусственность, каким бы подходящим оно тебе ни казалось, в том-то и беда. Наконец я нашел нужное имя. В этой одному ему понятной радости он совсем не замечал растерянного вида товарища. Очень хлопотливое это дело, давать имена героям романа. Целый день нужно бродить по Парижу. Великая вещь, прихотливость, когда она проявляется в подобной форме, но когда живешь в доме человека-улитки, привередничать не приходится. Неприхотливость в еде тоже обусловлена моим положением. Идзоне я решил сейчас поесть вовсе не потому, что мне его так захотелось. Просто руководствуясь правилом наедайся впрок. Когда есть возможность поесть, я подумал, а не осталось ли на кухне недоеденное хозяином в зоне? Схожу-ка на кухню. В чашке я обнаружил те же пригоревшие к дну кусочки моти, которые видел утром. Признаться, до сегодняшнего дня мне ни разу не приходилось есть моти. На вид оно казалось вкусным, но вместе с тем будило какую-то неуловимую тревогу. Передней лапой я царапнул лежавший сверху лист капусты и отодвинул его в сторону. К когтям прилипла корочка от моти. Понюхал, запах точь-в-точь какой бывает, когда сваренный рис перекладывают из котла в охоте. Съесть или не надо? Подумал я и оглянулся по сторонам. К счастью, а может, к несчастью, поблизости никого не было. Кухарка она даже не нарядилась по случаю праздника, словно ей было безразлично, новый год сейчас или нет, играла в валан. Дети распевали в гостиной. Что ты, зайчик, говоришь, ну, если съесть, то сейчас. Упущу случай, придется ждать до будущего года, так и не узнав, что собой представляет Моти. И в эту минуту я, простой кот, постиг одну истину. Редко выпадающий случай заставляет всех животных смело делать даже то, что им не нравится. По правде говоря, мне не так уж и хотелось в зоне. Более того, чем больше я смотрел в чашку, тем тревожнее становилось у меня на душе, и не было никакой охоты приниматься за еду. Появись в это время на пороге черного хода кухарка или услышь я звуки приближающихся шагов детей, отвернулся бы от этой чашки безо всякого сожаления и не вспомнил бы, наверное, от зоне еще целый год. Но сколько я не ждал, никто не пришел, никто. У меня было такое состояние, словно какой-то внутренний голос приказывал, ешь скорее, ешь. Продолжая заглядывать в чашку, я думал, хоть бы побыстрее кто-нибудь пришел, но по-прежнему никто не приходил. Итак, нужно приниматься за дзоне. И я, словно собираясь броситься в омут, ринулся к чашке, и в мгновение ока кусок моти оказался у меня во рту. Схватив моти столь стремительно, я должен бы был немедленно проглотить его, но, а ужас, оказалось, что я не могу отодрать моти от зубов. Попробую-ка еще раз, решил я, но на этот раз не смог даже двинуть челюстью. В моти сидит дьявол, догадался я, но было уже поздно. Подобно тому, как человек, попавший в болото, погружается все глубже и глубже при каждой попытке выбраться из него, чем больше я старался избавиться от моти, тем труднее становилось раскрывать рот и двигать зубами. Как-то искусствовед Мэйтэй Сэнсэй сказал моему хозяину, тебя трудно раскусить. Хорошо сказано. Это моти, как и хозяина, трудно раскусить. Я старался изо всех сил, и мне уже начало казаться, что никогда, во веки веков, подобно делению десяти на три, моим мучениям не будет конца. И в этих мучениях я невольно познал вторую истину. Все животные интуитивно чувствуют, что им враждебно, а что нет. Я уже открыл две истины, но из-за того, что во рту у меня застряла моти, не испытал никакой радости. Моти прочно завладела моими зубами, и это причиняло такую боль, словно у меня вытаскивали одновременно все зубы. Надо быстрее кончать с моти и бежать, а то явится кухарка. Пение детей тоже, кажется, стихло, не иначе сейчас они прибегут на кухню. Когда мучения достигли своего апогея, я принялся быстро вертеть хвостом, но это не приносило облегчения. Тогда я стал двигать ушами. То поставлю их торчком, то плотно прижму к голове, и это не помогло. Подумал я немного и сообразил, что уши и хвост моти. Короче говоря, я понял, что напрасно вертеть хвостом, напрасно ставить торчком уши, напрасно прижимать их к голове, и прекратил это занятие. Наконец меня осенило. Освободиться от моти можно только при помощи передних лап. Прежде всего я поднял правую лапу и провел ею вокруг рта. Для того, чтобы оторвать моти от зубов, этого оказалось недостаточно. Тогда я вытянул правую лапу и попытался резко очертить ею круг, центром которого был рот. Но дьявол этой вражбы не испугался. Главное терпение, подумал я и принялся махать попеременно то левой, то правой лапой, но зубы по-прежнему были в тисках моти. Ну и морока. Теперь я пустил в ход сразу обе лапы. И то могу стоять на одних задних лапах. Возникло такое ощущение, словно я уже и не кот. Разве в такую минуту имеет значение, кто я, кот или нет? Прежде всего нужно избавиться от дьявола в образе моти, и, охваченный этим стремлением, я принялся неистово царапать себе морду. Движения моих передних лап были очень резкими, и я то и дело терял равновесие и чуть не падал. Чтобы не упасть, приходилось все время переступать задними лапами, поэтому я не мог оставаться на одном месте и носился по кухне, взад-вперед, взад-вперед. Я, и вдруг могу так ловко стоять на задних лапах, подумал я. В голове стремительно и отчетливо возникла третья истина. Когда грозит опасность, ты способен сделать то, чего ни за что не сделаешь в обычных условиях. Это называют Божьей помощью. А счастливленной Божьей помощью, я изо всех сил продолжал сражаться с дьяволом, что сидел в моте. Но что такое? Послышались шаги, я почувствовал, что кто-то направляется к кухне. Ужасно, если меня здесь застанут, подумал я и забегал по кухне, распаляясь еще больше. Шаги приближались все быстрее. Какая жалость, чуть-чуть не хватило Божьей помощи. Вот дети увидели меня. Ой, посмотрите. Наелся дзони и теперь танцует, громко закричали они. Кухарка первая услышала их, отшвырнув валан и ракетку, с криком «Ах, разбойник!» Она бросилась в дом через черный ход. Появилась хозяйка в крепдышиновом кимоно с гербами и промолвила «Какой гадкий кот!» Даже хозяин вышел из кабинета и сказал «Черт бы тебя побрал!» Только дети кричали «Интересно, интересно!» Потом все, словно сговорившись, громко расхохотались. Я задыхался от гнева и горечи, казалось, силы вот-вот покинут меня, а я все продолжал танцевать по кухне. Постепенно смех начал стихать, но тут девочка, та, которой было пять лет, сказала «Мама, а кот-то совсем глупый, и тотчас же подобно всплескам, которые бывают на море уже после того, как утихнет буря, раздался новый взрыв хохота. Мне много раз приходилось быть свидетелем неблаговидных человеческих поступков, но еще ни разу я не испытывал к людям такой ненависти, которая возникла у меня в душе в этот момент, в конце концов Божья помощь меня обманула, я вернулся в свое обычное положение, то есть опустился на четыре лапы, и почувствовал такую усталость, что закатил глаза хозяину, конечно, не хотелось, чтобы я умер у него на глазах, и он приказал кухарке, вытащи у него изо рта моти. Та взглянула на хозяйку, как бы спрашивая, может, не трогать его, пусть еще потанцует. Хозяйке хотелось еще посмотреть, как я танцую, но она боялась стать причиной моей гибели, поэтому промолчала. Вынимай, а то сдохнет, скорее вынимай, и хозяин снова оглянулся на кухарку. Кухарка с равнодушным видом, словно пробудившись от волшебного сна, подошла ко мне, схватила меня за морду и вытащила моти. Я не кангэ цукун, но мне показалось, что я лишился передних зубов, а о том, что было нестерпимо больно, и говорить не приходится, ведь кухарка дернула моти вместе с прочно завязшими в нем зубами. Путь к удовольствиям лежит через страдания, познал я на собственном опыте четвертую истину и как ни в чем не бывало огляделся по сторонам. Вокруг никого уже не было, все ушли в гостиную. После такого конфуза я не мог оставаться дома ни минуты, стоило этой жестокой женщине кухарке только взглянуть в мою сторону, как сразу же на душе у меня становилось очень скверно. Пойду-ка лучше навещу Микэка, что живет в тупичке у учительницы музыки, развлекусь немного, решил я и вышел из кухни. Микэка, известная во всей нашей округе красавица. Я всего лишь кот, но в общих чертах понимаю, что такое чувство. Когда, насмотревшись на кислую физиономию хозяина и натерпевшись оскорблений от кухарки, я бываю в подавленном настроении, то обязательно отправляюсь к этому товарищу другого пола, и мы подолгу беседуем о разных вещах. И на сердце незаметно становится легче, забываются все невзгоды и печали, словно заново рождаешься на свет. Великая вещь, женское общество. Дома ли она? Подумал я и заглянул через отверстие в изгороде из посаженных плотно друг к другу криптомерий. Мика Качинна восседала на галерее, по случаю праздника на шее у нее был повязан новый бант. Невозможно выразить словами, как изящен был изгиб ее спины. Воплощение красоты кривой линии. Трудно подобрать правильные сравнения, чтобы описать и плавно изогнутый хвост, и мило подобранные лапки, и то, как она время от времени лениво поводила ушами. От того, что Мика видимо, пригрелась на солнышке и вообще отличалась благородной сдержанностью, она сидела очень спокойно и прямо. И все-таки волоски ее прекрасной шкурки, такой гладкой, что ее легко можно принять за бархат, едва заметно колыхались при полном безветрии, искрясь в ярких лучах весеннего солнца. Очарованной ее красотой, я некоторое время безмолвно смотрел на нее. Потом пришел в себя и, помахивая передней лапой, тихонько позвал. Мика Ка Сан, Мика Ка Сан, Мика Ка воскликнула. Ах, сенсей! И спустилась с галереи. Динь, Динь, зазвенел бубенчик, привязанный к ее красивому банту. Пока я, охваченный восхищением, думал, о, на Новый год даже бубенчик привязали, очень приятный звук, Мика приблизилась ко мне. Сенсей, сказала она и слегка повела хвостом влево. Когда мы, кошки, обмениваемся приветствиями, то поднимаем хвост трубой, а потом вертим им влево. Во всем нашем квартале только Мика Ка зовет меня Сен-Сеем. Как я уже говорил в начале, у меня еще нет имени, но я живу в доме учителя, и поэтому Мика Ка уважает меня и называет Сен-Сеем. Я тоже не возражаю, когда меня называют Сен-Сеем, и с удовольствием откликаюсь на это имя. Поздравляю, поздравляю, ответил я. Ваш туалет просто изумителен. Это мне госпожа учительница купила в конце прошлого года. Правда, неплохо, и она дернула бубенчик. Прекрасный звук. Я отродясь не видывал такой замечательной вещицы. Ах, что вы! Сейчас все носят такие. Динь, динь, снова зазвенел бубенчик. Хороший звук. Я так рада. Динь, 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 динь. Бубенчик звенел не переставая. Видно, ваша хозяйка очень любит вас, произнес я. За этой фразой скрывалось то смешанное чувство восхищения и зависти, которое охватило меня, когда я сравнил жизнь Мика со своей. В ответ наивная Мика сказала, да, вы угадали, она любит меня совсем как собственного ребенка. И она простодушно рассмеялась. Даже кошки могут смеяться. Люди ошибаются, когда думают, что, кроме них, это никому недоступно. Когда я смеюсь, ноздри у меня принимают форму треугольников, а Кадык начинает трястись мелкой дрожью. Ну, где же людям заметить это? А кто она, собственно говоря, ваша хозяйка? Вы спрашиваете, кто моя хозяйка? Странно. Она госпожа учительница. Она обучает игре на тринадцатиструнном кота. Это то и я знаю. Я спрашиваю, из какой она семьи? Во всяком случае, раньше она, наверное, занимала в обществе высокое положение, а да. Пока я ждала тебя, низкая сосна. Это заседзи двадцать три. Едн двадцать три заиграла на кота госпожа учительница музыки. Хороший голос, гордо промолвила Мик Кажется неплохой, но я не очень-то разбираюсь. Вообще, что это? Это? Вы спрашиваете, что это такое? Госпожа учительница очень любит эту вещь. Госпоже учительница уже шестьдесят два. Очень хорошее здоровье, правда? Раз дожила до шестидесяти двух лет, то, конечно, здоровье должно быть хорошим. Я только протянул. Ао. И замолчал, но что поделаешь, раз я так и не смог придумать какого-нибудь более вразумительного ответа. И все-таки она очень знатного происхождения. Она всегда говорит об этом. А какого же? О, она дочь племянника матери мужа младшей сестры личного секретаря Тэнсё Инсама двадцать четыре. Едн двадцать четыре. Что? Что? Мужа младшей сестры личного секретаря Тэнсё Инсама. Ага. Подождите немного. Личного секретаря младшей сестры Тэнсё Инсама. Ах, нет. Младшей сестры личного секретаря Тэнсё Инсама. Ладно. Понял. Значит, Тэнсё Инсама? Да. Личного секретаря? Правильно. За которого вышла замуж. Младшая сестра которого вышла замуж. Да, да, я ошибся. Мужа младшей сестры. Матери племянника дочь, матери племянника дочь, да, теперь, кажется, поняли, нет, все что-то перепуталось, никак не соображу, в конце концов, кем же она приходится Тэнсё Инсама, какой вы непонятливый, она дочь племянника матери мужа младшей сестры личного секретаря Тэнсё Инсама, я же с самого начала ясно сказала, это-то я понял, большего от вас и не требуется, да, да, мне ничего не оставалось, как только сдаться, иногда так складываются обстоятельства, что приходится без зазрения совести врать, многострунная Катазы Сёдзи вдруг смолкла, и послышался голос учительницы, Мика, Мика, обедать, Мика радостно воскликнула, госпожа учительница зовет, я пойду, ладно, не говорить же мне, не ходите, приходите опять, сказала она и, позвякивая бубенчиком, пробежала через двор, но потом быстро вернулась и с беспокойством спросила, вы очень плохо выглядите, что-нибудь случилось, ничего особенного, просто от разных дум голова немного разболелась, вот я и пришел сюда, думаю, поговорю с вами и все пройдет, не мог же я рассказать ей о том, как танцевал с моти во рту, да, смотрите же, берегите здоровье, до свидания, ей, кажется, было чуточку жаль расставаться со мной, и после истории с Дзони я впервые почувствовал себя легко и бодро, у меня было отличное настроение, я решил вернуться домой через уже знакомый читателю чайный садик, ступая по тающим иглам иния, я пробрался к такому же забору, как у храма Каннендзеи, просунув голову через дыру в нем, увидел Кура, который, как обычно, сидел выгнув спину на засохшем кусте хризантемы и сладко позевывал, теперь я уже был не тот, что раньше, и не дрожал от страха при одном виде Кура, но мне не хотелось разговаривать с ним, и я попытался пройти мимо, будто вовсе и не знаком с ним, но не такой у Кура характер, чтобы сделать вид, словно он не замечает презрительного к нему отношения, ну ты, серость безыменная, не кажется ли тебе, что в последнее время ты уж слишком стал заноситься, нечего ходить с такой спесивой рожей, хоть ты и жрешь учительские харчи, не валяй дурака, Кура, видимо, еще не знал, что я стал знаменитостью, я хотел было рассказать ему об этом, но потом подумал, что он все равно ничего не поймет, и решил, что лучше просто поздороваться с ним, а потом как можно быстрее откланяться, а, Кура-кун, поздравляю с Новым годом, ты, я вижу, бодр, как всегда, сказал я и, подняв хвост, повел им влево, Кура же только поднял хвост, но махать им в знак приветствия не стал, что, поздравляю, я хоть на Новый год дурак, а такие, как ты, целый год ходят в дураках 25, едн 25, ты смотри у меня, не очень-то, рыло, кузнечный мех, рыло, кузнечный мех, это, кажется, ругательство, но я не понимаю, что оно значит, и поэтому спросил, прости, пожалуйста, но что такое, рыло, кузнечный мех, вот так-так, тебя ругают, а ты еще спрашиваешь, что это означает, сказано, дурак новогодний, дурак новогодний, это ругательство хотя и звучит поэтично, но еще более непонятно, чем кузнечный мех, хотел было осведомиться и об этом, но ведь все равно, сколько ни спрашивай, вразумительного ответа не получишь, а поэтому я продолжал молча стоять перед Кура, мне уже все это начинало надоедать, как вдруг послышался визгливый голос хозяйки Кура, она громко вопила, ой, а где жил ассасина, которую я положила на полку, вот несчастье, опять этот чертов Кура украл, вот паршивец, пусть теперь только вернется, эти крики бесцеремонно сотрясали разлитую в воздухе тишину ясного весеннего дня и нарушали всю прелесть августейшего царствования, когда ни одна ветвь на деревьях не шелохнулась, Кура скорчил дерзкую гримасу, словно желая сказать, ругаешься, ну, ну, ругайся сколько влезет, и, выставив вперед квадратный подбородок, подмигнул мне, дескать, слыхал, тут я увидел, что в ногах у него валяются покрытые грязью остатки лосося, каждый кусок которого стоил примерно две сына и три рена, я был настолько обескуражен встречей с Кура, что только теперь заметил, чем лакомился мой грозный сосед, а ты занимаешься своим прежним ремеслом, с невольным восхищением воскликнул я, позабыв весь предыдущий разговор, но даже после этого настроение у Кура нисколько не улучшилось, чем это я занимаюсь, ах ты сукин сын, подумаешь, стащил кусок другой лососины, так уж прежним ремеслом, ты давай поменьше оскорбляй других, позволю себе напомнить, что я все-таки Кура Рикше, и он начал скрести против шерсти свою правую переднюю лапу, от когтей и до самого плеча, это означало, что он засучивает рукава, мне давно известно, что ты Кура Кун, а если известно, так почему, говоришь, занимаешься своим прежним ремеслом, почему, спрашиваю, вызывающим тоном заговорил Кура, будь мы людьми, он уже давно схватил бы меня за грудь и отхлестал бы по щекам, я немного перетрусил и про себя подумал, ну и попал же я в переплет, но тут тишину снова нарушил голос хозяйки Кура, послушай, Нисикова-сан, Нисикова-сан, дело есть, сейчас же тащи кин 26, едн 26 говядины, понял, один кин говядины, только не жесткой, ха, берет говядину раз в год, а орет так, что уши режет, решила похвастаться перед соседями, смотрите, мол, целый кин говядины покупаю, просто беда с этой глупой бабой, не переставая злословить, Кура вытянул все четыре лапы, я уже не знал, что говорить, и молча смотрел на него, подумаешь, кин, да там и смотреть ни на что, ну уж ладно, пойду съем хоть это, как только принесут, произнес Кура таким тоном, словно мясо заказывали специально для него, чтобы побыстрее от него отделаться, я сказал, вот угощение так угощение, просто здорово, не твое дело, замолчи лучше, надоел, ответил Кура и вдруг начал задними лапами швырять мне в голову комки мерзлой земли, пока, весь дрожа от испуга, я отряхивал с себя грязь, Кура пролез под забором и куда-то исчез, наверное, отправился следить, когда Нисикова вернется с говядиной, когда я пришел домой, в гостиной было необычно светло, совсем по-весеннему, и даже смех хозяина звучал весело, что с ним случилось, подумал я и, войдя в дом через распахнутую настежь дверь, приблизился к хозяину, у нас был гость, которого раньше мне видеть не приходилось, волосы у него были разделены аккуратным пробором, хлопчатобумажное хаари с гербами было заправлено в штаны из грубой ткани, своим видом он очень походил на прилежного ученика, на углу стоявший перед хозяином грелки для рук рядом с лаковым портсигаром я заметил визитную карточку, на которой было написано, имею честь рекомендовать вам эти Тафу Куна, Мидзусима Кангэцу, теперь я знал и имя гостя, и то, что он был приятелем Кангэцу Куна, я пришел в самый разгар их беседы и только поэтому не понял, о чем шла речь, во всяком случае, они, кажется, говорили об искусствоведемой Тайкуне, с которым я уже познакомил читателей раньше, и он сказал, у меня есть забавная идея, давайте обязательно сходим туда вместе, спокойным тоном продолжал гость свой рассказ, какая же эта идея, насчет того, чтобы пообедать в европейском ресторане, хозяин долил в чашку чаю и пододвинул ее гостю, тогда-то и я не понял, что у него за идея, но думал, раз уж он говорит, то, должно быть, что-то интересное, и вы, значит, пошли вдвоем, ну, ну, однако произошло нечто удивительное, то, тоже, чуть было не сказал хозяин, но промолчал и лишь тихонько похлопал ладонью по моей голове, мне было немного больно, опять какой-нибудь дурацкий фарс, у него есть такая привычка, хозяин вдруг вспомнил случай с Андреа Дельсарта, да как вам сказать, он спросил, ты бы съел чего-нибудь необыкновенного, и что же вы ели, первым делом мы просмотрели меню и поговорили о разных блюдах, еще до того, как заказать, да, потом, а потом он задумчиво покачал головой и, глядя на официанта, сказал, кажется, у вас нет ничего необыкновенного, на что официант возразил, а что вы думаете насчет утиного филе или телячьей отбивной, сенсей ответил, шли бы мы сюда специально из-за таких банальных вещей, официант не понял слова банальные и только молча хлопал глазами, еще бы, потом сенсей повернулся ко мне и горячо заговорил, поехал бы ты во Францию или в Англию, вот где можно поесть разных кушаний, хочешь в стиле стихов эпохи ты мы, хочешь в стиле маньосю, а в Японии что, куда ни пойди, написано одно, а на деле выходит совсем другое, даже заходить не хочется в наши европейские рестораны, а вообще разве он бывал когда-нибудь за границей, что, был ли мы это и за границей, да что ему, деньги есть, время есть, может поехать, когда вздумается, наверное, сейчас он как раз собирается туда, вот и вздумал пошутить немного, выдал будущее за прошлое, и хозяин, решив, что сказал что-то очень остроумное, засмеялся заразительно, словно приглашал собеседника последовать своему примеру, но гость отнюдь не пришел в восторг, вот оно что, произнес Тафу Кун, а я то думал, что ему приходилось бывать за границей, и принимал его слова всерьез, к тому же он так образно рассказывал о супе из улиток и о тушеных лягушках, словно видел их своими глазами, это кто-нибудь ему рассказал, он большой мастер врать, да, вы, кажется, правы, вздохнул гость и принялся рассматривать стоявшие в вазе цветы водяного лука, кажется, он немного расстроился, так, значит, вся его идея заключалась в этом, вывел его из задумчивости хозяин, нет, это только прелюдия, главное будет дальше, ну, ну, с любопытством воскликнул хозяин, потом он сказал, раз мы при всем своем желании не можем отведать ни улиток, ни лягушек, то не остановиться ли нам, так уж и быть, на Татимымба, как ты думаешь, хорошо, ответил я, ничего не подозревая, ГМ, Татимымба, странное блюдо, вот именно, очень странное, но сенсей был так серьезен, что у меня не возникло эти несомнения, гость словно извинялся перед хозяином за свою оплошность, но тот холодно спросил, что было потом, признание гостем своей вины не вызвало в нем ни малейшего сочувствия, потом он сказал официанту, эй, принеси-ка нам две порции Татимымба, Мэнтибо, 27, Едн 27, переспросил официант, но сенсей с еще более серьезным видом поправил его, не Мэнтибо, а Татимымба, ну и ну, да разве есть вообще такое блюдо, Татимымба, мне и самому это название показалось удивительно странным, но сенсей сохранял полное самообладание, к тому же он считал себя знатоком Европы, и тогда я еще верил, что он бывал за границей, поэтому я присоединился к нему и тоже принялся втолковывать официанту, Татимымба, Татимымба, а официант что, официант, и сейчас, как вспомню, не могу удержаться от смеху, официант задумался на минуту, а потом сказал, я очень и очень сожалею, но Татимымба сегодня нет, вот если бы Мэнтибо, так сию же секунду принес бы две порции, сенсей с печальным видом промолвил, ну вот, без толку шли в такую даль, так, значит, ты нас так и не сможешь накормить Татимымба, и дал официанту двадцатисыновую монету, может быть, сейчас что-нибудь придумаем, пойду посоветуюсь с поваром, сказал официант и убежал на кухню, уж очень, видно, Мэнтию хотелось Татимымба, вскоре официант вернулся и сказал, если хотите, можно приготовить, но, к сожалению, придется немного подождать, Мэнтий сенсей сразу успокоился, все равно Новый год, времени у нас много, можем и подождать, произнес он и, достав из кармана сигару, принялся попыхивать ею, мне тоже ничего другого не оставалось, как вынуть из-за пазухи газету и погрузиться в чтение, официант тем временем снова удалился на совещание с поваром, ну и Марокко же, сказал хозяин, он слушал с таким интересом, будто читал сообщения о ходе военных действий и даже весь подался вперед, но вот снова появился официант и с грустным видом сообщил, в последнее время стало очень трудно доставать продукты для Татимымба, мы не смогли купить их ни в одном магазине, так что, как ни печально, некоторое время этого блюда не будет, сенсей, глядя на меня, несколько раз повторил, плохо, плохо, шли сюда специально, и вот, я тоже не мог оставаться равнодушным и принялся вторить ему, прискорбно, и то правда, согласился хозяин, я так и не понял, что именно правда, официант тоже казался опечаленным, если в ближайшее время достанем продукты, сказал он, тогда прошу, когда же сенсей спросил его, из чего вы готовите Татимымба, он только засмеялся, но ничего не ответил, из поэтов из них он х-28, едн-28, наверное, не унимался сенсей, на что официант сказал, да, да, вот именно, сейчас даже выякогами не достанешь, очень сожалею, ха-ха-ха, это конец, забавно, как никогда громко расхохотался хозяин, колени его тряслись, и я чуть было не свалился на пол, нисколько не считаясь с этим, хозяин продолжал смеяться, он сразу повеселел, когда узнал, что ни один он стал жертвой Эндриа Дельсорта, когда мы вышли на улицу, сенсей самодовольно сказал, ну как здорово получилось, эти разговоры вокруг Татимымба-29, едн-29, наверное, звучали очень забавно, я просто в восторге, ответил я, и мы расстались, время обеда давно прошло, я страшно проголодался и чувствовал себя скверно, это уже неприятно, впервые посочувствовал ему хозяин, против этого и я ничего не могу возразить, их разговор на некоторое время прервался, и в комнате было слышно только мое мурлыканье, та фу, ку над ним глотком допил остывший чай и снова заговорил, на этот раз уже официальным тоном, собственно говоря, я сегодня зашел потому, что у меня к вам, сенсей, есть небольшая просьба, хозяин тоже напустил на себя важный вид и спросил, а, какое-нибудь дело, как вам, наверное, известно, я люблю литературу и искусство, а поэтому, ну и прекрасно, подзадорил его хозяин, недавно я и мои товарищи организовали кружок декламации, мы решили собираться один раз в месяц и заниматься исследованиями в этой области, в конце прошлого года даже состоялось первое занятие, извините, я перебью вас, но когда вы говорите кружок декламации, то можно подумать, что вы там читаете как-то по-особому разные виды стихов и прозы, как у вас вообще это все происходит, мы думаем начать с произведений классиков и постепенно дойти до творчества, скажем, членов кружка, из произведений классиков, наверное, такие, как, например, лютня байлы теня, 30, едн 30, нет, или что-нибудь вроде сюмпу баты кёку бусана, 31, едн 31, нет, нет, что же тогда, недавно мы читали одно из синдзюма на текомацу, 32, едн 32, текомацу, это тот самый текомацу, что писал Дзёрури, второго текомацу никогда не было, если говорят о текомацу, то, значит, речь идет именно о текомацу драматурге, да чего же туп мой хозяин, если он даже такие вещи переспрашивает, подумал я, но хозяин ничего не подозревал и легонько гладил меня по голове, ну, ошибся, не беда, кто не ошибается, ведь встречаются даже люди, которые хвастают, что их любит косоглазый, решил я и позволил хозяину ласкать меня и дальше, да, тот, ответил Тафу Кун и пристально взглянул хозяину в лицо, и как вы это делаете, один читает все подряд или вы распределяете роли, мы попробовали распределить роли и читать как диалоги, основная наша цель, вжиться в образы этих произведений и как можно полнее раскрыть их характеры, при этом мы пользуемся мимикой и жестами, что же касается самого чтения, то главное, по возможности ярче показать людей той эпохи, чтобы персонажи, будь то барышня или мальчик на побегушках, получались как живые, о, да там у вас чуть ли не настоящий театр, пожалуй, правда, без костюмов и декораций, и, извините за любопытство, хорошо получается, думаю, что для первого раза вполне удачно, так что это за Синдзюмана, о котором вы только что говорили, это как раз то место, где говорится о том, как лодочник везет гостя в район публичных домов Йосивара, ну и сцену же вы выбрали, произнес хозяин, слегка наклонив голову, недаром он был учителем, облачко табачного дыма, вылетевшие при этом у него из носа, коснувшись ушей, расплылось вокруг лица, да что вы, не такая уж она трудная, невозмутимо ответил Тафу Кун, ведь в ней участвуют всего лишь гость, лодочник, Гетера, Накаи, Ерита и Кымбан, услыхав слово Гетера, хозяин слегка поморщился, о том, что значит слова Накаи, Ерита, Кымбан, он, видимо, не имел ясного представления и поэтому первым делом спросил, Накаи, это все равно что служанка в доме терпимости, мы еще не приступили к глубокому изучению этого вопроса, но, по-моему, Накаи, это служанка при доме свиданий, а Ерита, нечто вроде советницы по делам женской комнаты, всего несколько минут назад Тафу говорил, мы стараемся подражать артистам, чтобы герои пьес получились как живые, но он так, кажется, хорошенько и не понял, что представляют собой Ерита или Накаи, значит, Накаи состоит при чайном домике, а Ерита обитает в доме терпимости, дальше, Кымбан, это человек, или этим словом обозначается какое-то определенное заведение, и если человек, то мужчина или женщина, мне кажется, что Кымбан, это все-таки мужчина, чем же он занимается, столь далеко мы пока не зашли в своих исследованиях, постараемся в ближайшее время выяснить, какая же чепуха, должно быть, получилось, когда вы читали свои диалоги, подумал я и взглянул хозяину в лицо, к моему удивлению, оно было серьезным, кто еще, кроме вас, состоит в декламаторах, да разные люди, Гетеру читал Кун, юрист, правда, он носит усы, а говорить ему нужно слащавым женским голоском, поэтому получилось немного странно, к тому же по ходу действия у Гетеры должен разболеться живот, неужели даже это необходимо при декламации, с тревогой в голосе спросил хозяин, конечно, ведь как никак эмоциональная выразительность, самое главное, Тафу считал себя глубоким знатоком литературы, и как, удачно болел у него живот, сострил хозяин, в первый раз эта сцена ему не вполне удалась, на то и болезнь, тоже пошутил Тафу, кстати, какая роль досталась тебе, я был лодочником, ах, лодочником, протянул хозяин таким тоном, словно хотел сказать, уж если ты играешь лодочника, то с такой ролью, как Кымбан, даже я справлюсь, тут же он дал понять, что нисколько не обольщается насчет драматического таланта Тафу, трудно было тебе играть лодочника, Тафу, кажется, не рассердился, по-прежнему сохраняя самообладание, он произнес, начал я своего лодочника за здравие, окончил за упокой, хоть и сам выбрал эту роль, дело в том, что по соседству с домом, где собрался наш кружок, квартирует несколько девушек-студенток, они как-то проведали, не пойму, как им это удалось, что состоится собрание кружка, пробрались под окна нашего дома и стали слушать, я читал свою роль с большим вдохновением, как заправский артист, бурно жестикулируя, я настолько вошел в роль, что подумал, теперь пойдет как по маслу, и в этот самый момент, по-видимому, я слишком перестарался, и студентки, которые до этого кое-как терпели, наконец не выдержали и громко расхохотались, не приходится говорить, как я растерялся, смутился и, сбитый с толку, уже ни за что не мог продолжать, на этом нам и пришлось разойтись, я не мог удержаться от смеха, когда представил себе, что у них будет называться провалом, если они считают, что на первый раз все обошлось благополучно, и невольно замурлыкал, хозяин все нежнее и нежнее гладил меня по голове, приятно быть обласканным человеком как раз в ту минуту, когда смеешься над людьми, но в этом есть и что-то жуткое, о, это ужасно, проговорил хозяин, новый год, а он произносит надгробные речи, в следующий раз мы постараемся, чтобы репетиция прошла еще более успешно, потому-то я и пришел сегодня к вам, дело в том, что мы просим вас стать членом нашего кружка и принять участие в декламациях, но ведь я ни за что не сумею изобразить боли в животе, ни за что, начал отнекиваться мой флегматичный хозяин, ничего, пусть даже без этого, вот у меня список лиц, оказывающих нам покровительство, тофу с торжественным видом развязал фиолетовый платок и вынул оттуда тетрадь размером с листок ханагами 33, едн 33, запишите, пожалуйста, свою фамилию и поставьте печать, сказал он и, раскрыв тетрадь, положил ее перед хозяином, я увидел имена знаменитых профессоров литературы и ученых литераторов, расположенные в строгом соответствии с этикетом, улитка сенсей казался очень обеспокоенным, я ничего не имею против того, чтобы записаться в число ваших покровителей, сказал он, но какие у меня будут обязанности, никаких особых обязанностей у вас не будет, достаточно, чтобы вы вписали свое имя, узнав, что он не будет обременен никакими обязанностями, хозяин облегченно вздохнул, в таком случае я записываюсь, лицо его изображало готовность сделаться даже участником антиправительственного заговора, знай он только, что это не повлечет за собой никаких лишних хлопот, кроме того, соблазн поставить свое имя рядом с именами знаменитых ученых был очень велик, а потому вполне оправдана и та быстрота, с которой он дал свое согласие, извините, я сейчас, сказал хозяин и удалился в кабинет за печатью, я шлепнулся на циновку, Тафу взял с тарелки большой кусок бисквита, затолкал себе в рот и принялся поспешно перемалывать его зубами, я вспомнил случай с Дзони, имевший место утром, хозяин вышел из кабинета с печатью в руке как раз в тот момент, когда бисквит достиг желудка Тафу, хозяин, кажется, не заметил, что бисквита на тарелке стало на один кусок меньше, а если бы заметил, то, конечно, подумал бы, что пирог съел я, когда Тафу ушел, хозяин вернулся в кабинет и обнаружил на столе неизвестно откуда взявшееся письмо от Мэйтея, приношу поздравления по случаю радостного праздника нового года, необыкновенно серьезное начало, подумал хозяин, в письмах Мэйтея обычно ничего серьезного не было, в последнее время их содержание сводилось примерно к следующему, сейчас у меня нет женщины, которую бы я особенно любил, и любовных писем ниоткуда не получаю, в общем, можно сказать, что живу благополучно, поэтому покорнейше прошу не беспокоиться за меня, сегодняшнее же поздравительное письмо было необыкновенно заурядным, хотел на минутку заглянуть к вам, но, в противоположность вашей сдержанности, я стараюсь придерживаться активного направления и в связи с празднованием этого необычайного нового года страшно занят, так занят, что голова идет кругом, умоляю вас о сочувствии, уж кто, кто, а этот человек должен был сбиться с ног от новогоднего торжества, в глубине души согласился с ним хозяин, вчера улучил минутку и решил угостить Тафуто Тимымба, но, к несчастью, из-за нехватки продуктов моей идеи не суждено было осуществиться, о чем я весьма сожалею, ну вот, и это письмо в конечном итоге оказалось таким же, как все остальные, подумал хозяин и улыбнулся, завтра я приглашен на карты к одному барону, послезавтра на новогодний банкет в обществе эстетики, еще через день, начествование профессора Тарибы, а еще через день, скучно все это читать, хозяин пропустил несколько строк, как уже говорилось выше, за короткое время я должен был присутствовать на многих собраниях, я участвовал в заседании общества любителей театра, но, общества любителей хаеку, общества любителей танка, общества любителей синтезии, поэтому был вынужден ограничиться поздравительным письмом, вместо того, чтобы навестить вас лично, за что и прошу покорнейше меня извинить, дочитав до этого места, хозяин произнес, очень ты здесь нужен, когда мы увидимся в следующий раз, мне бы очень хотелось поужинать вместе с вами, и хотя зимой трудно найти деликатесы, я уже сейчас позабочусь, чтобы у нас было по меньшей мере татимымба, все еще носятся со своим татимымба, ну и невежда, хозяин почувствовал некоторые раздражения, однако в последнее время замечается нехватка продуктов для татимымба, и поэтому никогда нельзя заранее сказать, когда будет это кушанье, а посему на всякий случай я осмелюсь предложить вашему изысканному вкусу хотя бы павлинье языки. Ага, две приманки выставил, воскликнул хозяин, ему захотелось узнать, что же будет дальше. Как вам известно, мясо в павлиньем языке из полмизинца не наберется, а поэтому, для того чтобы наполнить желудок такому обжоре, как вы, ври больше, бросил пренебрежительно хозяин. Я думаю, павлинов мне придется добыть штук 20-30. Правда, меня несколько беспокоит то, что увидеть их можно только в зоологическом саду да в парке асакуса, а в обычных лавках, где продают битую птицу, я никогда их не встречал. Ведь ты стараешься лишь ради собственной прихоти, произнес хозяин, в его словах не прозвучало ни малейшего оттенка благодарности. В период наивысшего расцвета древнего Рима кушанье из павлиньих языков было необычайно модным и знаменовало собой верх утонченной роскоши, поэтому вы можете легко себе представить, какое страстное желание отведать его я издавна лелею в своей душе. Что я там могу себе представить, безразличным тоном произнес хозяин, дурак. Шло время, и к 16-17 веку павлин повсюду в Европе стал лакомством, без которого трудно было себе представить пир. Я точно помню, когда граф Лейсистер пригласил королеву Елизавету в Канилворс, он угощал ее павлином. И на полотнах великого Рембрандта, изображающих пышные обеды, можно увидеть павлинов, которые лежат на столах, широко распустив хвосты. Не так-то уж ты, наверное, занят, если нашел время описывать историю возникновения блюд из павлинов, проворчал хозяин. Во всяком случае, я тоже, кажется, скоро заболею подобно вам несварением желудка, если мне придется и впредь есть так много, как сейчас. Подобно вам уже лишнее. Совсем незачем делать из меня мерило для несварения желудка, брюзжал хозяин. По свидетельству историков, римляне устраивали пиры по несколько раз в день, а если садиться за стол 2-3 раза подряд, то это вызовет расстройство пищеварительных функций даже у человека с очень здоровым желудком и, уж конечно, у таких, как вы, опять как вы, ох и грубиян. Досконально изучив вопросы невозможности совмещения чревоугодия и гигиены, они придумали один способ для того, чтобы можно было поглощать всевозможные деликатесы в огромных количествах и сохранять органы пищеварения в норме. Хозяин внезапно встрепенулся. Наконец-то. После еды они обязательно принимали горячую ванну, а выйдя из ванны, засовывали в рот два пальца и таким простым способом опоражнивали свои желудки. После этого они снова садились за стол и наслаждались, сколько душе угодно, тонкими яствами, а насладившись, снова лезли в горячую воду и повторяли все сызного. Так можно в волю есть любимые кушанья, без всякого ущерба для внутренних органов. По-моему, римляне одним выстрелом убивали сразу двух зайцев. И правда, одним выстрелом сразу двух зайцев. На лице хозяина отразилась зависть. В 20 веке в связи с развитием средств сообщения необычайно возросло количество банкетов. Я верю, что, вступив во второй год русско-японской войны, который должен принести много перемен, наш победоносный народ оказался перед насущной необходимостью постичь по образцу древних римлян искусство горячих ванн и опоражнивание желудков. Меня повергает в глубочайшее беспокойство мысль о том, что если этого не сделать, то вся наша великая нация в ближайшем будущем подобно вам превратится в желудочно больных. Опять подобно вам? Подумал хозяин. Этот человек начинает меня раздражать. При сложившихся обстоятельствах мы, люди, хорошо знакомые с Западом, окажем неоценимую услугу всему обществу. Если глубоко изучим старинные предания и легенды, возродим уже забытые истины, сделаем их всеобщим достоянием и, как говорится, пресечем зло в корне. Тем самым мы вознаградим государство за то, что сейчас имеем возможность в любое время предаваться увеселениям. Какие-то странные вещи он пишет, покачал головой хозяин. Вот почему я сейчас охочусь за сочинениями Гиббона, Мамнзина 34, Едн 34, Смита 35, Едн 35 и других, но, к моему великому сожалению, все еще не могу добраться до истоков истины. Однако, как вам известно, у меня такой характер, что если мне что-нибудь взбредет в голову, то я ни за что не успокоюсь до тех пор, пока не добьюсь своего, а поэтому верю, что недалек тот час, когда будет возрожден старый способ опоражнивания желудков. Разумеется, как только я сделаю вышеназванные открытия, я немедленно поставлю вас об этом в известность. А после того, как открытие будет сделано, мне хотелось бы во что бы то ни стало угостить вас таким имбо или павлиньими языками, о которых я говорил раньше. Думаю, что мои изыскания будут, безусловно, ценные для вас, уже страдающего от несварения. На этом кончаю свое письмо. Прошу великодушно извинить за небрежное изложение мысли. Уж не обманывает ли он меня, подумал хозяин, но письмо было написано слишком серьезно, и он спокойно дочитал его до конца. Потом рассмеялся и сказал. Ох и бездельник же этот мытый, даже на Новый год не может обойтись без проказ. В последующие несколько дней не произошло сколько-нибудь примечательных событий, если не считать того, что в белой фарфоровой вазе постепенно увял водяной лук и распустились цветы на сменивших его ветках сливы. Такая жизнь мне окончательно наскучила, я два раза ходил навестить Микэка, но повидаться с ней не смог. В первый раз я решил, что ее нет дома, но когда пришел на следующий день, то узнал, что она больна и не встает с постели. Спрятавшись за орхидеей, которая росла в тетзуботе 36, я подслушал доносившийся из-за перегородки разговор между учительницей музыки и служанкой. Вот о чем они говорили. Микэка позавтракала? Нет, с самого утра ничего не изволили кушать. Я уложила их на котацу. Пусть погреются. Когда я услышал этот разговор, то никак не мог поверить, что речь идет о кошке. Заботиться о ней совсем как о человеке. Я стал сравнивать свою жизнь с жизнью Микэка и испытал при этом два противоречивых чувства. С одной стороны, мне было завидно, а с другой, радостно, что кошка, которую я люблю, окружена таким теплом и заботой. Что же делать, ведь она совсем ослабеет, если не будет есть. Ваша правда. Мы вот и то, не поедим день, так на следующей работать не можем. Из ответа служанке следовало, что она считает кошку существом куда более благородным, чем она. Наверное, и правда, в этом доме кошка важная персона. А к врачу ты ее носила? Конечно. Только врач попался какой-то странный. Захожу я с Микэка на руках к нему в кабинет, а он, что, простудилась, и хочет пощупать мне пульс. Да нет, говорю, больная не я, а вот, и показываю ему Микэка. Он рассмеялся и говорит. Я в кошачьих болезнях не разбираюсь. Поменьше носись с ней, и она мигом поправится. Ох и жестокий человек. Правда? Я рассердилась. Не хотите смотреть, не надо, а смеяться нечего. Для меня эта кошка дороже всего на свете. Посадила Микэка за пазуху и прямо домой. Такс. Слово. То какое мудреное такс. У нас в доме ничего подобного не услышишь. Нужно состоять в родстве с какой-то тамтенсеин сама, чтобы так говорить. Уж очень изысканное словцо, с восхищением подумал я. Жалуются они все на что-то, и теперь у них горлышко болит. От простуды кто угодно закашляет. Речь служанки была отменно вежливой. Недаром она состоит в горничных у особы, имеющие отношение к тенсеин сама. К тому же в последнее время появилась какая-то новая болезнь. Туберкулез легких называется, что ли. И правда, сейчас что ни день, то новая болезнь. Туберкулез, чума. Все время надо быть на чеку. Мы в старину о таких напастях и не слыхивали. Ты тоже будь осторожнее. Конечно, конечно. Служанка была очень растрогана. Как же она могла простудиться, ведь вроде не так уж часто и на улицу выходит. Вы знаете, у них в последнее время завелся плохой приятель, с торжественным видом, словно поверяя государственную тайну, произнесла служанка. Плохой приятель, да, такой неопрятный кот, живет у учителя на проспекте. У того самого учителя, который каждое утро кричит не своим голосом. Вот именно, когда он умывается, всегда орет, как резаный гусак. Орет, как резаный гусак, очень образное выражение. У моего хозяина есть такая привычка. Когда он полощет по утрам в ванной рот, то постукивает зубной щеткой по горлу и издает при этом весьма странные звуки, нисколько не беспокоясь о том, что они могут быть неприятны окружающим. Когда он не в духе, то гогочит изо всех сил, а если настроения у него хорошие, это гоготание становится еще громче. Одним словом, плохое ли у него настроение, хорошее ли, он, не переставая ни на секунду, орет свое гаа, гаа. Жена хозяина уверяет, что раньше у него не было такой привычки, но однажды, после того, как они поселились здесь, он неожиданно загоготал и теперь уже ни один день не обходится без этого. Что и говорить, привычка не из приятных, и мы, кошки, никак не можем взять в толк, почему он упорно продолжает проделывать это каждое утро. Впрочем, дело не в этом, уж очень меня укололи слова неопрятный кот, и я стал слушать еще внимательнее. Не знаю, что за заклинание он выкрикивает таким голосом. До реставрации 37. Едн 37 даже слуги, и те имели понятие об этикете, и никто в усадьбах не умывался подобным образом. Ах, ах, ну конечно же. Служанка слишком часто приходила в восторг, и тогда ахом да охом не было конца. Ничего удивительного, что у такого хозяина и кот-бродяга, ты его поколоти слегка, когда он придет в следующий раз. Непременно поколочу. И не иначе как из-за него заболела наша Мика. Уж я непременно отомщу ему за это. В каком ужасном преступлении ты меня обвиняешь, подумал я. Теперь мне нельзя без особой надобности показываться тебе на глаза. Так и не повидавшись с Микэка, я вернулся домой. Хозяин сидел в кабинете и что-то усердно писал. Он, должно быть, страшно рассердился бы, если бы я рассказал ему, что о нем думают в доме учительницы музыки. Но, как говорят, блажен тот, кто не ведает, что-то бормоча себе под нос, он изо всех сил старался придать себе вид святого поэта. И тут неожиданно явился Мэйтэй-кун, тот самый Мэйтэй-кун, от которого только что получено письмо, где он извещает хозяина о своей занятости и сожалеет, что не может лично поздравить его с Новым Годом. Наверное, какое-нибудь синтези сочиняешь. Покажи, если что-нибудь интересное, сказал он. Угу, нехотя произнес хозяин. Вот неплохой рассказ попался, дай-ка, думаю, переведу. Рассказ? Чей рассказ? Не знаю чей. Неизвестного автора? Что ж, и у неизвестных авторов бывают очень хорошие вещи, вовсе не следует относиться к ним пренебрежительно. А где был напечатан этот рассказ? Во втором томе школьной хрестоматии, как ни в чем не бывало, ответил хозяин. Во втором томе хрестоматии? При чем здесь хрестоматия? А при том, что замечательное произведение, которое я перевожу, входит как раз во второй том хрестоматии. Брось шутить. Ты, верно, задумал отомстить мне за павлинье языки. Я не такой лгун, как ты, ответил хозяин и покрутил ус. Он оставался совершенно невозмутимым. Рассказывают, что когда-то в старину один человек спросил у Саньо 38. Едн 38. Сэнсэй, не попадалось ли вам в последнее время какое-нибудь выдающееся произведение? Тогда Саньо достал долговую расписку, написанную конюхом, и сказал. Из созданных за последнее время выдающихся произведений на первом месте стоит вот это. Кто знает, вдруг и у тебя обнаружился тонкий литературный вкус. А ну, читай, я послушаю. Мытый, Сэнсэй говорил так, словно он был самым большим авторитетом в вопросах литературы. Голосом монаха из секты Дзен, читающего заветы великого Дайта Кокуси, оставленные им в назидание потомкам, хозяин забубнил. Великан Тяготение. Что за великан Тяготение? Это заголовок такой. Великан Тяготение. Странный заголовок. Не пойму, что он означает. Здесь имеется в виду великан, имя которого Тяготение. Не совсем гладко. Ну ладно. Пока так и оставим. Заголовок как-никак. Читай побыстрее сам рассказ. Дикция у тебя приятная. С удовольствием слушаю. Только не перебивай меня. Предупредил хозяин и снова принялся за чтение. Кэт смотрит из окна на улицу. Там дети играют в мяч. Они подбрасывают его высоко вверх. Мяч летит все выше и выше. А через некоторое время падает. Дети снова подбрасывают его. И так много раз подряд. И каждый раз мяч возвращается на землю. Почему он падает? Спрашивает Кэт. Почему не летит все выше и выше? Потому, что в земле живет великан, отвечает мать. Это великан Тяготение. Он сильный. Он все притягивает к себе. Он притягивает дома к земле. А если бы не притягивал, то они улетели бы. Дети тоже улетели бы. Ты, наверное, видел, как опадают листья. Это великан Тяготение зовет их. Тебе, наверное, приходилось ронять книгу. Это великан Тяготение зовет ее. Иди сюда. Мяч начинает подниматься в небо, но тут его окликает великан Тяготение, и он падет на землю. И все. Угу. Разве плохой рассказ? Ах, что ты. Он произвел на меня огромное впечатление. Нежданно-негаданно получил подарок в знак благодарности за Тетимымба. Никакой это не подарок. Просто понравился мне рассказ. Вот я и попробовал его перевести. Ты не согласен со мной? – произнес хозяин, вопросительно глядя на очки в золотой оправе. Я поражен. Никогда не думал, что ты способен на такие шутки, вот и попался на удочку. Сдаюсь, сдаюсь. Мэтый громогласно объявил о своем поражении, но хозяин так и не понял, что имеет в виду его приятель. У меня, сказал он, даже в мыслях не было заставить тебя сдаться. Просто рассказ показался мне интересным, и я попробовал его перевести. Только и всего. Ах, как в самом деле все забавно получилось. Только этого твоего высказывания не хватало для полноты картины. Потрясающе. Я преклоняюсь перед тобой. Не надо преклоняться. Недавно я забросил живопись и решил вместо этого заняться писательским ремеслом. Это, конечно, не идет ни в какое сравнение с твоими картинами, которые лишены перспективности изображения и отличаются удивительным несоответствием цветов. Я в совершеннейшем восторге от перевода. Ну, раз ты так хвалишь, то я с еще большей охотой буду продолжать заниматься литературным творчеством, ответил хозяин. Он упорно не желал понять истинный смысл слов своего собеседника. В это время в комнату вошел Кангэцу-кун. А, здравствуй, приветствовал его Мэйтэй-сэнсэй. Только что я прослушал одно великолепнейшее произведение, и дух Татимымба уже не витает над нами. Вот оно что, воскликнул Кангэцу. Очевидно, ему был понятен намек Мэйтэя. Только хозяин пребывал в полном неведении и не испытывал никакой радости. Недавно, обращаясь к Кангэцу-куну, сказал хозяин, по твоей рекомендации ко мне приходил человек по имени Атитофу. Зашел все-таки. Он очень честный парень, этот Атикэти, но у него есть свои странности, и я боялся. Как бы его визит не доставил вам беспокойства. Но он так просил познакомить. Особого беспокойства он мне не причинил. Неужели он вам ничего не рассказывал о своем имени? Нет, об этом разговора, кажется, не было. Да ну. Ведь у него привычка каждому новому знакомому объяснять свое имя. Как же он его объясняет? Вмешался Мэйтэй-кун, который долго ждал подходящего момента, чтобы вступить в разговор. Он очень обижается, когда Кэти читают на китайский манер. Отчего бы это? Спросил Мэйтэй-сэнсэй и взял из замшевого с золотым узором кесета щепотку табаку кумой. Он всегда предупреждает. Мое имя не Атитофу, а Атикэти. Странно. Произнес Мэйтэй, глубоко затягиваясь. Это объясняется исключительно его увлечением литературой, ведь если читать Кэти, то получается целое выражение там и сям. Кроме того, он чрезвычайно гордится тем, что его имя и фамилия образуют рифму. Поэтому, когда Кэти читают на китайский манер, он жалуется. Растолковываешь, растолковываешь, и все без толку. Самое настоящее чудачество, заявил Мэйтэй-сэнсэй тоном, недопускающим возражений, и вдруг, сжав в руке трубку, закашлялся. Табачный дым, который сэнсэй в это время выдыхал из легких, изменил направление и, не дойдя до ноздрей, попал в дыхательное горло. В тот раз, посмеиваясь, заговорил хозяин, он рассказал мне, как исполнял роль лодочника на собрании и кружка декламаторов и как над ним посмеялись студентки. Вот-вот, Мэйтэй-сэнсэй принялся выколачивать трубку, и я поспешил отодвинуться подальше. Этот самый кружок. Мы говорили о нем, когда я угощал Тафута Тимымба. На следующее собрание, сказал он, мы решили пригласить известных литераторов. Прошу и вас оказать нам честь своим присутствием. Опять, спрашиваю, будете читать Сывамонатикамацу? Нет. Теперь мы возьмемся за более современные вещи, думаем остановиться на золотом демоне 39. Едн 39. Какая же тебе, говорю, досталась роль. А он отвечает, я буду Амия. Зрелище обещает быть забавным. Тафу в роли Амия. Обязательно побываю там, устрою ему овацию. Кангэцу. Кун как-то странно усмехнулся. Да, это будет забавно. Однако он хороший парень, исключительно искренний и весьма серьезный. Не то что Мэйтэй. Хозяин сразу отомстил Мэйтэю из-за Андреа Дельсарта, из-за павлиньей языки, из-за Тетимымба. Но Мэйтэйкун словно пропустил его слова мимо ушей и только улыбнулся. Ничего не поделаешь, у меня нрав, что кухонная доска из Гетаку 40. Едн 40. Да, примерно так, сказал хозяин. По правде говоря, он не понял, что значит выражение кухонная доска из Гетаку. Но ведь недаром он был учителем и лгал на протяжении многих лет. В трудные минуты педагогический опыт приходил ему на помощь. А что значит кухонная доска из Гетаку? С простодушным видом спросил Кангэцу. Хозяин, глядя на вазу с цветами, стоявшую в нише, произнес. Эти цветы я купил еще перед Новым годом. Когда возвращался из бани, хорошо сохранились. Правда. И таким образом сумел перевести разговор на другую тему. Твои слова напомнили мне об одном удивительном случае, который произошел со мной перед Новым годом, заговорил Мэйтэй, ловко жонглируя своей трубкой. Что за происшествие? Расскажи, с облегчением вздохнул хозяин, видя, что со стороны кухонной доски из Гетаку ему уже не угрожает никакая опасность. И Мэйтэй, сенсей рассказал следующее. Было, как сейчас помню, 27 декабря. Я получил от этого самого Тафу записку. Хочу прийти к вам побеседовать о литературе. Пожалуйста, никуда не уходите. Я ждал его с самого утра, но сенсей все не шел и не шел. После обеда я расположился у Котоцу и погрузился в чтение юмористических повестей Берли Пэйна, как вдруг пришло письмо из Сидзуака от моей матери. Она уже стара, и я для нее, видно, всегда буду ребенком. Поэтому в письме содержалось множество разных советов. Зимой не выходи по вечерам из дому, холодные обтирания, вещь, конечно, хорошая, но все-таки не забывай топить печь, а то простудишься, и так далее. Уж на что я беззаботный человек, и то растрогался. Как хорошо, когда у тебя есть родители, ведь никто другой так о тебе не позаботится. И тогда меня осенила мысль, довольно бездельничать. Надо написать какую-нибудь большую книгу и таким образом прославить нашу семью. Пусть еще при жизни матери весь мир узнает имя Мэйтэй Сэнсэя. Читаю дальше. Тебе очень повезло. Сейчас, когда из-за войны с Россией нашей молодежи приходится переживать огромные трудности и приносить все свои силы на алтарь Отечества, ты продолжаешь веселиться, для тебя каждый день. Праздник. Не так уж весело я провожу время, как думает мать. Потом она перечислила имена моих школьных товарищей, которые погибли или были ранены на войне. Когда я читал одно за другим имена товарищей, мне вдруг стало очень грустно. Почему так печален мир? Как мало стоит человеческая жизнь? А в самом конце письма говорилось. Я уже старая этой весной, пожалуй, в последний раз отведала новогоднего Дзоне. В этих словах чувствовалась такая безысходность, такая печаль, что я совсем расхандрился. Хоть бы Тафу пришел поскорее, подумал я, но сэнсэй все не шел. Так незаметно подошло и время ужинать. После ужина я решил написать матери ответ. Письмо получилось коротеньким, всего 12-13 строчек. Мать же иной раз присылала письма больше шестисеку. Мне так никогда не суметь. Поэтому я обычно напишу десяток строк и на этом кончаю. Я целый день провел без движения, и к вечеру у меня разболелся желудок. Сказав своим, если придет Тафу, то попросите его подождать, я вышел прогуляться, а заодно и опустить письмо. Вместо того, чтобы пойти, как всегда, к Фудзимитё, я незаметно для себя забрел в Датасамбантё. Вечер был холодный, небо затянули тучи, из-за охарии ежеминутно налетали порывы сильного ветра. Со стороны Кагурадзака донесся гудок, и вскоре у подножья дамбы промчался поезд. Меня охватило жуткое чувство одиночества. Мысли об убитых на войне товарищах, старческой немощи, о превратностях судьбы и скоротечности жизни вихрем кружили в голове. Я подумал, что чаще всего именно в такие минуты людьми вдруг овладевает желание повеситься, навсегда уйти из жизни. Взглянув на дамбу, я обнаружил, что стою как раз под той самой сосной. Той самой сосной? Какой сосной? Взволнованно спросил хозяин. Под сосной удавленников, ответил мытый и запахнул ворот своего кимоно. Сосна удавленников растет на холме Канодай, возразил Кангэцу, внося тем самым еще большую путаницу. На Канодай, поспешил разъяснить мытый, растет сосна, на которую вешают колокола, а на той, что в Датасамбанте, вешаются люди. Еще в древнем предании говорится, что у каждого, кто пройдет под этой сосной, появляется желание повеситься. Вот ее и назвали сосной удавленников. У дамбы растет несколько десятков сосен, но если ты услышишь о том, что кто-то повесился, знай, он мог повеситься только на этой сосне. Ежегодно с дерева снимают несколько удавленников. Другие деревья совсем не навевают мысли о смерти. Я взглянул на сосну. Ее ветви склонились над улицей. Ах, какая красота, подумал я, даже жаль уходить отсюда. Вот бы посмотреть, как выглядит это дерево, когда на нем висит человеческое тело. Может быть, еще придет кто-нибудь. Я оглянулся по сторонам, но поблизости не было ни души. Ничего не поделаешь, придется, наверное, самому повеситься. Нет, не стоит, уж очень опасный эксперимент. Так, пожалуй, и с жизнью расстаться недолго. Но ведь говорят же, что древние греки во время праздников развлекались тем, что имитировали повешение. Делалось это так. Человек становился на подставку и просовывал голову в петлю, и в этот момент кто-нибудь выбивал у него подставку из-под ног. Тот, кто изображал повешенного, тут же высвобождал голову из петли и спрыгивал на пол. Если это правда, то почему бы и мне разок не попробовать? Я ухватился руками за ветку, и она послушно наклонилась, образовав изящный изгиб. Я попытался себе представить, как плавно она будет покачиваться, когда я повисну на ней, и меня охватил неописуемый восторг. Обязательно повешусь, подумал я, но вспомнила Тафу, а вдруг он придет, тогда ему придется слишком долго меня ждать. Лучше встречусь сначала с Тафу, поговорю с ним, как обещал, а потом снова приду сюда, решил я и быстро направился домой. И это все? Спросил хозяин. Интересно, ухмыльнулся Кангэцу. Прихожу домой, а Тафу нет, зато от него пришла открытка. Сегодня у меня много неотложных дел, никак не могу к вам выбраться, но надеюсь, что мы непременно встретимся на днях. Я сразу успокоился и с радостью подумал. Теперь можно спокойно пойти и повеситься. Быстро надев Гэта, я со всех ног бросился бежать к заветной сосне. Мы-то и посмотрел на хозяина, потом на Кангэцу и замолчал. Ну, ну, прибежал ты, а дальше? Нетерпеливо спросил хозяин. Кангэцу же произнес. Вот здесь-то и начинается самое интересное, и принялся крутить шнурок от Хари. Прибегаю и вижу, что кто-то уже опередил меня. Представляете, опоздал на какую-то минуту, и вот. Такая жалость. Сейчас мне все кажется, что сам бог смерти руководил мною. Будь здесь. Предположим, Джеймс, он, наверное, сказал бы, что в соответствии с каким-нибудь особым законом причины и следствия произошло взаимодействие потустороннего мира, который подсознательно существует в нашем мозгу, и окружающего нас мира реального. Ну что, разве не удивительный случай произошел со мной? Закончил мы-то и свой рассказ, и лицо его стало еще более непроницаемым. Хозяин, решив, что над ним снова хотят подшутить, не проронил ни слова. Он набил рот Куямати 41. Едн 41 и теперь старательно пережевывал его. Кангецу тщательно разгребал пепел в Хибате 42. Едн 42 и, не поднимая головы, посмеивался. Наконец он посмотрел на хозяина и серьезным тоном заговорил. И не поверил бы, что такое может случиться, уж очень неправдоподобной кажется на первый взгляд эта история, но совсем недавно мне самому довелось испытать нечто подобное, а поэтому она у меня не вызывает никаких сомнений. Как? Ты тоже хотел повеситься? Нет, я не вешался. Но случай, о котором я хочу рассказать, тоже произошел в конце прошлого года и, что еще более удивительно, в тот же день и почти в тот же час, что и с вами, Сэнсэй. Забавно, заметил Мэйте и тоже принялся набивать рот Куямати. В тот день мы собрались в доме одного моего знакомого в Мукадзимана проводы старого года. Предполагалось устроить концерт, поэтому я захватил с собой скрипку. На вечер собралось 15 или 16 барышини дам, и было очень весело. Устроили все великолепно, и я подумал, что уже давно не проводил время так интересно. Но вот закончился ужин, а за ним и концерт, обо всем переговорили, да и время было позднее, и я собрался было уже откланяться, как вдруг ко мне подошла супруга одного профессора и тихо спросила. Вы знаете, что барышня Н заболела? Всего каких-нибудь два или три дня назад я видел эту девушку, и тогда она выглядела вполне здоровой. Поэтому я, естественно, испугался и принялся расспрашивать о ее здоровье. Оказывается, в тот же день, когда мы встретились, к вечеру у нее внезапно поднялась температура и она впала в бред. Но если бы только это. Главное, что в бреду она то и дело повторяла мое имя, не говоря уже о хозяине, даже мы этой сенсей, и тот воздержался от обычных своих замечаний. Э, да здесь что-то нечисто. Сейчас они хранили полное молчание и слушали очень внимательно. Потом эта дама рассказала о том, как к больной позвали врача и как тот не мог поставить диагноз. Затрудняюсь сказать, заявил он, что это за болезнь. Ясно одно. У девушки сильный жар, и от этого помутилось сознание. Если снотворное не даст желаемого результата, нужно быть готовым к худшему исходу. Мне сразу стало как-то не по себе, возникло чувство страшной подавленности, какое обычно бывает, когда снятся кошмары. Казалось, что воздух вокруг меня вдруг затвердел и с неимоверной силой сжимает меня со всех сторон. По пути домой я не мог думать ни о чем другом. Кроме барышни Н, это красивое, это энергичное, это пышущее здоровьем барышня Н. Извини, перебью тебя на минутку. Ты уже дважды произнес барышня Н, если можно, назови ее имя. Перебил его Мэйте и оглянулся на хозяина. Тот тоже неопределенно буркнул угу. Нет, лучше не надо, боюсь, что это будет ей неприятно, запротестовал Кангэ Цукун. Значит, все так и будет покрыто мраком неизвестности. Не смейтесь, пожалуйста, я ведь говорю совершенно серьезно. Стоило мне вспомнить об этой девушке, и тотчас же она ассоциировалась в моем сознании с увядшими цветами, с облетевшими листьями. Я пришел в полное уныние, словно жизненные силы покинули мое тело. Пошатываясь, побрел я к мосту Адзумабаси. Там, опершись на перила, я долго смотрел вниз на воду. Не помню, было это время отлива или прилива, я видел только стремительно проносившийся подо мной поток черной густой воды. Со стороны Ханакавада на мост вбежал Рикша. Я провожал взглядом огонек фонарика, покачивавшегося у него на коляске, до тех пор, пока он стал совсем маленьким и наконец потерялся во тьме. Я снова стал смотреть на воду. И тут откуда-то издалека донесся голос, зовущий меня по имени. Что это? Кто в такое время может звать меня? Подумал я и стал пристально вглядываться вдаль, но в темноте ничего нельзя было разглядеть. Очевидно, мне просто почудилось, решил я. Надо побыстрее идти домой. Но не успел я сделать и двух шагов, как снова послышался слабый крик. Опять кто-то звал меня по имени. Я замер на месте и стал вслушиваться. Когда меня окликнули в третий раз, я вцепился обеими руками в перила и задрожал от страха. Может, этот голос доносился откуда-то издалека, а может, со дна реки, несомненно одно, он принадлежал барышне Н. Я здесь, не помня себя от страха, крикнул я. Гулкое эхо прокатилось над темной рекой, я испугался своего собственного голоса и быстро оглянулся по сторонам. Ни человека, ни собаки, ни луны. Во мне росло желание броситься в объятие темной, как эта ночь реки, немедленно отправиться туда, откуда доносился голос. Мои уши снова пронзил жалобный, исполненный муки крик барышни Н, словно молящие спасение. Иду, ответил я и, перегнувшись через перила, посмотрел на черную холодную воду. Мне казалось, что взывающая помощь и голос доносится снизу, с большим трудом пробиваясь сквозь толщу воды. Она там, под водой, подумал я и влез на перила. Позовет еще раз, прыгну. Полной решимости, я вглядывался в поток. И вот в воздухе, как дрожание струны, снова повис жалобный крик. Пора. Я напряг всю свою волю, подпрыгнул на целый тон и, как, ну скажем, камень, полетел вниз. Так-таки и прыгнул. Заморгал хозяин. Омытый дернул себя за кончик носа и сказал. Не думал, что дойдет до этого. После прыжка я потерял сознание и некоторое время находился в обморочном состоянии. Когда я очнулся, то почувствовал, что очень замерз, хотя одежда на мне была совершенно сухая. Но я же прекрасно помню, что прыгал в воду, что за наваждение. Странно, подумал я, когда окончательно пришел в себя и огляделся вокруг. Тут я удивился еще больше. Собирался прыгать в воду, но ошибся и прыгнул на середину моста. Меня разбирала досада. Только потому, что я спутал направление, мне не удалось отправиться туда, куда меня звал голос барышни Н. Кангецу захихикал и принялся крутить шнурок от Хари. Как будто тот мешал ему, и он решил его оторвать. Ха-ха-ха. Забавно. Эта история оригинальна тем, что очень похожа на рассказанный мною случай. Тоже ценный материал для профессора Джеймса. Наши ученые мужи наверняка были бы удивлены, если бы ему вздумалось, основываясь на фактическом материале, написать книгу о человеческой индукции. Ну, а как болезнь барышни Н. Допытывался Мэтый. Несколько дней тому назад я ходил поздравлять ее с Новым годом. Она играла у ворот со служанкой в валан и выглядела совсем здоровой. Хозяин, который уже давно над чем-то сосредоточенно думал, наконец открыл рот. Со мной однажды тоже приключилось, сказал он, показывая всем своим видом, что он не хуже других. Приключилось, что приключилось? Спросил Мэтый. Уж от кого, от кого, а от хозяина ничего путного он, конечно, не ожидал. Это произошло тоже в конце прошлого года. У всех в конце прошлого года. Странное совпадение, засмеялся Кангэцу. Из зияющей у него во рту дыры торчал кусок Куямоти. Мэтый насмешливо спросил. Может, даже в тот же день и в тот же час? Нет, день был другой, что-то около двадцатого числа. Вместо новогоднего подарка, сказала мне в то утро жена, сводите-ка меня послушать Сэтсу Дайдзё 43. Едн 43. Почему не сводить? Отвечаю, свожу. Конечно. Какая сегодня пьеса? Жена заглянула в газету и сказала. Унагидани. Я не люблю Унагидани, давай сходим в другой раз. В тот день мы так никуда и не пошли. На следующий день жена снова развернула газету. Сегодня Харикова. Пойдем? В Харикова, говорю, много играют на Семисыне, но и только. А в общем-то пьеса бессодержательная. Так что лучше не надо. Жена вышла из комнаты с недовольным лицом. На следующий день она объявила категорическим тоном. Сегодня идет храм Сэндзю Сэнгэнда, и я во что бы то ни стало хочу увидеть Сэтсу Дайдзё в Сэндзю Сэнгэнда. Не знаю, может и Сэндзю Сэнгэнда вам тоже не нравится, но прошу вас пойти ради меня. Ну что ж, если тебе так хочется, можно и пойти, но это их самый лучший спектакль и наверняка будет полно народу. Поэтому не приходится думать, что удастся легко туда попасть. Издавна повелось. Когда собираешься в театр, не забудь зайти в чайный домик при театре и заказать нужные места. Нехорошо нарушать правила, которых придерживаются абсолютно все. Как видишь, сегодня, к сожалению, тоже пойти не удастся. Жена мрачно взглянула на меня и чуть ли не плача проговорила. Я, женщина и поэтому не знала, что все так сложно, но ведь и мать Ахара, и жена Судзуки, Кимио Сан, ходили в театр, минуя эти формальности. Мало ли что вы, учитель, могли бы обойтись и без лишних хлопот, несносный вы человек. Ладно, уступил я. Пойдем, хотя нехорошо так поступать. Поужинаем и пойдем. Настроение у жены сразу поднялось. Тогда нужно постараться поспеть туда к четырем часам. Нельзя мешкать ни минуты. Почему обязательно к четырем? Спрашиваю я, а жена отвечает, что, как объяснила ей Кимио Сан, можно вообще не попасть в театр, если заранее не занять места. Значит, после четырех будет поздно? Еще раз переспросил я. Да, поздно. И тут, поверите, вдруг начался ознот. У жены? Спросил Кандецу. Да какой там у жены? У меня. Я весь как-то сразу обмяк, словно аэростат, у которого прокололи оболочку и выпустили водород. Перед глазами все поплыло, я не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Внезапное заболевание, прокомментировал мытый. Меня разбирала досада. Очень хотелось исполнить просьбу жены, единственную за целый год. Ведь я только и делаю, что броню ее, заставляю выполнять тяжелую домашнюю работу, ухаживать за детьми и за все время ни разу не вознаградил ее за то, что она безропотно выполняет обязанности служанки. А сегодня у меня, к счастью, и время свободное было, и в кармане позвякивало несколько монет. Итак, все благоприятствовало жене, но вот мой озноб, от которого все плывет перед глазами. Как я поеду в трамвае, когда даже через порог переступить не в силах. Ах, какая жалость. Озноб становился все сильнее, все сильнее кружилась голова. Если побыстрее показаться врачу и выпить какого-нибудь лекарства, то до четырех часов можно еще успеть выздороветь, решил я и, посоветовавшись с женой, послал за доктора Мамаки. Но, к несчастью, он вчера вечером ушел в клинику на дежурство и еще не вернулся. Он будет дома около двух и сразу же придет к вам, сказали нашей служанке у доктора. Что делать? Выпей я сразу же настою на абрикосовых косточках. К четырем все бы как рукой сняло, но когда не повезет, то все идет кувырком. Видно, мне не суждено было хоть раз увидеть улыбающееся лицо жены. А она между тем укоризненно спрашивала меня. Значит, вы никак не сможете пойти? Пойдем, обязательно пойдем, ответил я. Успокойся, вот увидишь, я выздоровлю до четырех. Поскорее иди умойся, переоденься и жди меня. В эти слова я постарался вложить всю глубину своих чувств. Но озноб и головокружение все усиливались. Кто знает, что натворит эта малодушная женщина, если мне не станет лучше до четырех часов и я не смогу выполнить свое обещание. Ну и история. Как же быть? Я подумал, что сейчас мой долг по отношению к жене состоит в том, чтобы на всякий случай заблаговременно рассказать ей обренности жизни, о том, что нет ничего вечного на земле, и таким образом подготовить к наихудшему исходу. Я немедленно позвал жену в кабинет. Хоть ты и женщина, сказал я, но, наверное, понимаешь все-таки, что значит европейская пословица в виде тока, да зуб не имет. Но она с грозным видом набросилась на меня. Кто их разберет, эти европейские пословицы? Вы же знаете, что я не понимаю по-английски, но нарочно говорите на этом языке, чтобы поиздеваться надо мной. Ладно, пусть я не понимаю. Если вам так нравится говорить по-английски, то почему вы не женились на воспитаннице христианской школы? Таких жестоких людей, как вы, поискать надо. Весь мой так пщательно продуманный план рухнул. Мне очень хочется, чтобы хоть вы поняли, что я заговорил по-английски без всякой задней мысли. Мною руководила исключительно любовь к жене. Я просто не знаю, что мне делать, если вы истолкуете мои слова так же, как их истолковала жена. К тому же все это произошло в тот самый момент, когда из-за озноба и головокружения у меня немного помутилось сознание. Именно поэтому я поступил столь опрометчиво, прибегнув к английской пословице и заговорив о бренности жизни. Я, конечно, допустил оплошность. Начался новый приступ лихорадки, еще быстрее завертелись перед глазами предметы. Жена, как ей было велено, пошла в ванную, разделась до пояса и стала приводить себя в порядок, потом она достала из шкафа кимоно, оделась и стала ждать меня, всем своим видом говоря, за мной, мол, дело не станет, могу выйти в любую минуту. Я же не находил себе места. Скорее бы уже Амакикун пришел, что ли? Глянул на часы. Уже три. До четырех остается всего один час. Может, пойдем потихоньку? Предложила жена. Наверное, кажется странным, когда хвалит собственную жену, но никогда она не казалась мне такой красивой, как в ту минуту. Ее кожа, которую она, раздевшись до пояса, старательно вымыла с мылом, блестела и казалась еще белее рядом с черным крепдышином Хаари. Лицо моей жены сияло по двум причинам. Первая, так сказать, материальная, причина заключалась в том, что она мылась с мылом, а вторая, духовная причина, это надежда увидать Сыцу Дайдзё. И мною овладела решимость во что бы то ни стало помочь этой надежде осуществиться. Поднатужусь немного и встану. Подумал я и закурил. Но тут наконец пришел Амакисэнсэй. Он точно выполнил мою просьбу. Осведомившись, что меня беспокоит, он взглянул на мой язык, пощупал пульс, постучал по груди и погладил спину, вывернул века, потер череп, а потом задумался. Боюсь, не угрожает ли мне какая опасность, сказал я, но доктор спокойно ответил. Навряд ли что-нибудь серьезное. Наверное, и на улицу можно выйти, спросила жена. Конечно, сказала Амакисэнсэй и снова задумался. Потом добавил, лишь бы не почувствовали себя плохо. Я чувствую себя неважно, отозвался я. Тогда для начала пропишу вам микстуру. Как микстуру? Значит, у меня что-нибудь опасное, не настолько, чтобы беспокоиться. Не заставляйте себя нервничать понапрасну, ответил доктор и ушел. Было уже половина четвертого. Послали служанку за лекарством. Жена строго настрого приказала ей бежать всю дорогу до аптеки и обратно, без четверти четыре. До четырех еще целых пятнадцать минут. Но тут как назло меня начинает тошнить, хотя до этого я не испытывал никакой тошноты. Жена налила микстуру в чашку и поставила ее передо мной. Но как только я поднес чашку к рту, из глубины моего желудка послышался воинственный клич. Гэ. Пришлось поставить лекарство обратно. Да пейте же вы быстрее. Поторапливала жена. Я чувствовал, что буду очень виноват перед ней, если сейчас же не выпью лекарство и мы не отправимся в театр. Выпью. И все. Подумал я, решительно берясь за чашку. И снова это самое Гэ с завидным упорством помешало осуществиться моему намерению. Пока я несколько раз подряд порывался выпить лекарство, но ставил чашку назад, часы в столовой пробили четыре. Четыре часа, больше нельзя мешкать ни минуты, пронеслось в моем сознании, и я опять взялся за чашку и, и удивительная вещь. Поистине удивительное. Вместе с четырьмя ударами часов совершенно исчезла тошнота, и я смог выпить микстуру без всякого труда. Уже около десяти минут пятого я начал убеждаться, что Амаки Сенсей, великий доктор. Как дурной сон исчезли и мурашки, бегавшие по спине, и головокружение. Радость моя была безгранична, еще бы, ведь я полностью исцелился от болезни, после которой уже и не надеялся, подняться. И потом вы пошли в кабуки? Спросил Мэйтэй с таким выражением на лице, словно он не понял, в чем суть этого рассказа. Мне хотелось пойти, но было уже больше четырех, и жена считала, что мы все равно опоздали. Так и пришлось отказаться от этой затеи. Придьям Амаки Сенсей хотя бы на пятнадцать минут раньше, и я бы выполнил свой долг перед женой, и она получила бы удовольствие. И все из-за каких-то пятнадцати минут. Какая досада. Мне и сейчас кажется, что тогда моей жизни грозила серьезная опасность. Закончив свой рассказ, хозяин облегченно вздохнул с видом человека, наконец-то выполнившего тяжелую задачу. Наверное, он полагал, что таким образом сумел поддержать свой престиж в глазах собеседников. Кангэц улыбнулся, обнажив при этом свой дырявый рот, и сказал. Это действительно очень досадно. Мэйтэй с наивным видом проговорил как бы про себя. Как должна быть счастлива жена, у которой такой муж? В ответ за перегородкой послышалось покашливание хозяйки. Я терпеливо выслушал по порядку все три рассказа, но, не найдя в них ничего забавного или поучительного, решил, что люди только и умеют что разговаривать друг с другом, когда им вовсе не хочется этого, да смеяться над тем, что совершенно не смешно, или радоваться тому, что печально. И все это только для того, чтобы как-то убить время. Я и раньше знал, что мой хозяин человек капризный и со странностями, но обычно он был немногословен, а поэтому я никак не мог понять его до конца. Мне даже казалось, что такая неясность таит в себе что-то страшное, но после сегодняшнего разговора мне захотелось презирать его. Что ему стоило молча выслушать рассказы тех двоих? Какой смысл нести несусветную чушь ради того, чтобы не отстать от других? Не знаю, может это эпиктет заставляет так поступать. Одним словом, и хозяин, и кангэцу, и мытый, самые обыкновенные бездельники, они делают вид, что им ничего не нужно, что они стоят выше всего будничного, в действительности же им свойственны и тщеславие, и алчность. В их повседневной болтовне всегда сквозит дух конкуренции, желание победить, победить во что бы то ни стало, и если кому-нибудь удается выдвинуться вперед хоть на один шаг, они тотчас же уподобляются хищникам, запертым в одной клетке и всегда готовым перегрызть друг другу гладку. Единственное достоинство этих людей, достоинство весьма незначительное, заключается в том, что их слова и поступки лишены шаблонности, характерной для обыкновенных дилетантов. От таких мыслей у меня вдруг пропал всякий интерес к их беседе, я решил, что уж лучше пойти проведать Микэка, и отправился во двор учительницы музыки. Праздничные ворота из живых сосен, украшенных 744, 144, исчезли, ведь как-никак после Нового года прошло уже 10 дней, но ясное весеннее солнышко щедро освещало землю с высоты бездонного голубого неба, на котором не было видно ни единого облачка, и маленький, меньше десяти цуба, двор выглядел еще более свежим, чем в день Нового года. На галерее лежала только подушка для сидения, людей не было видно. Сёдзи тоже были плотно сдвинуты, наверное, учительница куда-нибудь ушла, может быть даже в баню. Впрочем, меня мало интересовало, дома она или нет, я беспокоился о другом. Поправилась ли Микэка? Вокруг стояла мертвая тишина, нигде поблизости не было ни одной живой души. Я поднялся на галерею и прямо с ногами развалился на подушке. Лежать, оказывается, было очень приятно. Незаметно подкралась дремота. Я забыл даже о Микэка и все глубже погружался в сон, когда засёдзи вдруг послышались голоса детей. Большое тебе спасибо. Готово? Значит, учительница все-таки была дома. Извините, я немного задержалась. Когда я пришла к мастеру, он как раз заканчивал. Ну-ка, покажи. О, красиво. Будет напоминать нам Микэка. Позолото как? Не облезет? Я спрашивала его об этом. Говорит, взял самую лучшую. Продержится еще дольше, чем на Ихаи 45. Едн 45, которые он делает для людей. А еще он немного изменил один иероглиф в ее посмертном имени Мёёсиньо, потому что, по его словам, будет красивее, если ее написать скорописью. Хорошо, давай побыстрее поставим на алтарь и зажжем ароматические палочки. Что с Микэка? Какие-то странные дела здесь творятся, подумал я, поднимаясь на ноги. Динь, раздался звук колокольчика, и учительница запричитала. Вечная тебе слава, Мёёсиньо, Вечная тебе слава, Амида 46. Едн 46, Вечная тебе слава, Амида. И ты молись за упокой ее души. Динь, Вечная тебе слава, Мёёсиньо, Вечная тебе слава, Амида. Вечная тебе слава, Мёёсиньо, Вечная тебе слава, Амида, вторила служанка. У меня вдруг тревожно забилось сердце. Я стоял на подушке словно деревянное изваяние, даже моргать перестал. Какое горе, какое горе. А ведь началось с небольшой простуды. Дал бы Амакисан хоть какое-нибудь лекарство, глядишь бы и обошлось. В общем, во всем виноват этот Амакисан, уж слишком пренебрежительно он отнесся к нашей Мико. Не надо так плохо говорить о человеке. Видно, так суждено. Оказывается, Микоко тоже лечилась Амакисан-сэя. Короче говоря, все произошло потому, что этот учительский бродяга кот частенько сманивал ее на улицу, я так думаю. Да, да. Только эта скотина виновата в смерти нашей Мико. Мне хотелось как-нибудь оправдаться перед ними, но нужно было терпеть, и, затаив дыхание, я продолжал слушать. Прервавшийся на минуту разговор возобновился. Как плохо устроен мир. Преждевременно, умирает такая красавица, как Мико. А этот урод здоров и продолжает шкодить. Ваша правда. Другого такого славного человека, как Мико, днем с огнем не сыщешь. Вместо другой такой кошки служанка сказала другого человека. Видать, она и впрямь считает, что кошка и человек одно и то же. Лицом служанка действительно очень похожа на нас, кошек. Если можно бы было, то пусть вместо Мико, умер бы этот бродяга из дома учителя. Тогда не нужно было бы желать ничего лучшего. Худо мне придется, если обстоятельства сложатся так, что мне не останется желать ничего лучшего. Я еще ни разу не испытывал, что это за штука, смерть. Поэтому не могу сказать, понравится она мне или нет. Недавно было очень холодно, и я забрался в гасилку. Служанка же наша не знала, что я там, и накрыла гасилку крышкой. Страшно даже вспомнить, чего я тогда натерпелся. По словам Сира Куна, продлись мои муки еще немного, и наступил бы конец. Я бы безропотно пошел на смерть вместо Мико, но если, умирая, невозможно избежать таких мук, то ни за кого умирать не захочется. Покидая этот мир, она не должна ни о чем сожалеть. Ведь хотя она и кошка, над ней читал молитвы монах, и имя посмертное ей придумали. Конечно, конечно, но было бы еще лучше, если бы монах не торопился и читал более тщательно. Да, молитва была слишком короткой. Когда я ему сказала, что-то вы слишком рано кончили, Гак Кэдзи-сан ответил. Я прочел самое главное, этого вполне достаточно, чтобы она попала в рай, это же всего-навсего кошка. Ах, вон оно что. Ну, а если бы это был тот бродяга? Я уже не раз предупреждал, что у меня нет имени, но все-таки служанка-учительница упорно продолжает называть меня бродягой. Да чего же невежливая особа. Велика его вина, и никакие молитвы не помогут ему попасть в рай. Не знаю, сколько раз потом они еще повторили слово бродяга. Я не мог дольше выносить этого разговора и, соскользнув с подушки, прыгнул на землю. 88 880 моих волосков стояли дыбом, я дрожал всем телом. С тех пор я ни разу даже близко не подошел к дому учительницы музыки. Сейчас, наверное, по ней самой Гак Кэдзи-сан небрежно читает за упокойные молитвы. В последнее время я не отваживаюсь выходить из дома. Жизнь мне представляется какой-то унылой и мрачной. По части домоседства я теперь не уступлю самому хозяину. Мне вполне резонным начинает казаться объяснение затворничества хозяина несчастной любовью. Крыс я так ни разу и не ловил, и однажды служанка даже поставила вопрос о моем изгнании, но хозяин знает, что я кот непростой, а поэтому я продолжаю жить в этом доме, по-прежнему ничего не делая. Без всяких колебаний готов принести хозяину свою глубокую благодарность за проявленную им доброту и одновременно выразить восхищение его проницательностью. Меня даже не особенно сердит, что служанка настойчиво не желает меня замечать и обращается со мной очень грубо. Если бы сейчас вдруг явился Хидарит Зингора 47. Едн 47 и принялся вырезать мой портрет на столбе у ворот, если бы японский Стейлин 48. Едн 48 взялся рисовать на холсте мое изображение, этим тупым слепцам пришлось бы устыдиться за свою непроницательность. Глава 3. Микока умерла, скоро я так и не подружился, поэтому чувствую себя весьма одиноко, но, к счастью, знакомство с людьми скрашивает одиночество. Недавно один человек прислал хозяину письмо, в котором просит мою фотографию. А на днях кто-то специально для меня привез из Акаима знаменитая Кибиданга 49. Едн 49. По мере того, как растет внимание со стороны людей к моей особе, я постепенно забываю, что я кот. У меня такое ощущение, словно я незаметно для самого себя стал гораздо ближе к людям, чем к кошкам, и в последнее время мне уже совсем не хочется, скажем, созывать своих соплеменников и мериться силами с двуногими господами. Более того, я так изменился, что временами даже начинаю считать себя членом человеческого рода, и это внушает мне уверенность в моем будущем. Я вовсе не хочу сказать, что презираю своих соплеменников. Просто вполне естественно, что я чувствую себя более спокойно, когда поступаю в соответствии со своей натурой, и мне бывает очень неприятно, если это истолковывают как измену, лицемерие или предательство. А ведь найдется немало людей с унылым, неуживчивым характером, которые только и ждут, чтобы изругать человека всевозможными мерзкими словами. Не могу же я, освободившись от кошачьих привычек, без конца возиться только с кошками. И все же мне хотелось бы с достоинством, равным человеческому, сказать свое слово об их внутренней сущности, их речах и поступках. Это было бы совсем нетрудно. Мне только очень больно, что хозяин, несмотря на всю глубину моих познаний, обращается со мной, как с самым обыкновенным котенком, не сказав мне ни слова. Он без всякого зазрения совести съелки беданга. И снимка моего он еще не сделал, и не отослал его по назначению. Этим я, конечно, тоже весьма недоволен, но что поделаешь, хозяин есть хозяин, а я есть я, и мы, естественно, расходимся во взглядах. Я почти окончательно превратился в человека, и поэтому мне довольно трудно писать о поступках кошек, с которыми я теперь не поддерживаю никаких отношений. Позвольте мне ограничиться описанием образа жизни господ Мэйтея и Кандецу.